Мой город С кем ты живешь, кто тебя окружает, кому ты готов довериться А я люблю, когда погода хорошая, а когда дождь не люблю А мой папа, когда мазь, он всегда поет ванну Я люблю свой город, потому что в нем есть мосты, которые раскрываются Мы однажды потеряли собаку, искали ее, а она в парадной сидела Моя бабушка добрая, но ночью ворует кефир Даже если холодно, солдаты будут стоять на посту, потому что у них есть приказ Мне Санкт-Петербург не нравится, потому что у него имя сложно Я очень люблю свой город, люблю милые улочки, уютные парки и дворы Люблю встречать рассветы и закаты, ловить каждый лучик солнца Этот город очень дорог мне Здесь живет моя семья, здесь живет моя мама Вера Николаевна, прошу прощения Уже пора, да? Надо уходить Нет, 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 что вы, что вы Пока вы работаете, школа работает А я буду вас охранять Мне осталось всего две тетради Да ничего, ничего, не беспокойтесь Заканчивайте спокойно Остались только самые работящие и ответственные Соответственно, вы и я А ведь у меня для вас есть сюрприз Уделите мне пару минут Мне, Мальвина, мне вообще не понравилось А чего? Да тренер левая Ну да, ногу подними Я подниму Да, да, ногу опусти, не смейся Да, да, нам приказов по полицее хватает А танцевать мы где хотим, можно даже тут, давай В общем, короче, я больше не приду И ты не приходи Это не могу, меня мама заставит Жаль Ну ладно Давай, пока трейс К сожалению, оркестр не предусмотрен фондами Поздравляю вас, Вера Николаевна, с повышением Большое спасибо, это очень неожиданно А вот здесь Должно быть написано Самая красивая учительница России Ну, я надеюсь, вы не только из-за этого меня держите Ну, почему же Красота, это тоже немаловажно А давайте Отметим ваше повышение А давайте я отмечу это ударным трудом Большое спасибо, Евгений Андреевич Еще раз за такое доверие Спасибо Девушка, вам не страшно? Отвали! Девушка, вам 16 есть? Отвали сказала! Ты ему сказала, мне ты пока ничего не говорила Вы куда часть от своего побежали? Стой, нам только время спросить Да стой, дуреха, встаньте! Верочкой все-таки я настаиваю Евгений Андреевич, ну на работе только о работе Это же ваши слова Правильно Но это только в рабочее время Мне кажется, вы устали Я это чувствую Вам надо отдохнуть Погодите, пожалуйста Кто-нибудь Отстаньте от меня Пошли вон отсюда! Валик! Ты мне нос сломала Ничего, до свадьбы заживет Ты знаешь, что я сделал? Мусор там, убери за собой Да я тебе кеснорак перекрою Научи меня любить Мама, расскажи, как жизнь прожить Надо, покажи, где свет встает Рано, подскажи, куда идти Мама, заслони меня от невзгод Праздник, защити меня от людей Праздник, ну а если случится с тобой лихо Обниму тебя и прошепчу тихо Столько солнца в тебе Столько радости И улыбка твоя мне так нравится Голос твой Так ласкает меня в пути Если вдруг обидела тебя Прости Субтитры создавал DimaTorzok Кирюша Доброе утро Ты улыбался во сне Что тебе снилось? Крисер Аврора Крисер Аврора и все? Который час? Семь тридцать, ты просил тебя разбудить Ой, надо было телефон поставить Сегодня у Кристины день рождения Угу, я помню Нам надо с тобой договориться, мы не должны дарить ей деньги И это почему ты так решила? Во-первых, не я одна так решила Так решила родительский комитет Мы долго это обсуждали и пришли к выводу, что деньги в этом возрасте Ну, представь, если она сделала себе татуировку через все лицо Ну, как-то Поэтому родительский комитет решила Я не понимаю, почему родительский комитет оказался в нашей постели Ты такой смешный, Лукеряш Еще как? Нет Я хочу ей платье подарить Которое она опять носить не будет Давай еще полежим Нет, давай ты полежи, у меня нет времени Ой, куда столько сахара-то? Да я что-то переборщила с сахаром Ты вот даже ребенком управлять не можешь Бизнесом она хочет заниматься Вот твой бизнес У него четверки есть? Четверка тоже хорошая оценка Вот если бы не было бы пятерки То четверка была бы хорошая оценка А поскольку есть пятерки Четверка плохая оценка Даже ребенка научить не может учиться нормально Официантами она будет управлять Пока ребенок не будет учиться на все пятерки Никакого тебе ни бизнеса, ни ресторана И никаких официантов Можно? Кому сегодня пятнадцать лет Я тебе завтрак принесла Когда ты родилась, погода была гораздо хуже, чем сейчас Правда, это было в Петербурге Я несла тебя на руках, а папа прикрывал нас обеих зонтиком Потом зонтик унесло и мы бежали до машины Слава Богу, добрались С днем рождения, дочь Слава Богу, добрались Алло, пап? Ну, привет Монтарь без причины Нет, я головная боль Слава Богу, что не мои С днем рождения, любимая Деньги Мне нужны только деньги Они в условленном месте Только маме не говори Она приносила мне завтрак в постель Еще она хотела подарить тебе платье Скажи спасибо, я отговорил Попроси не приходить ее в лицей Хотя бы один день Это выше моих сил Ну, пожалуйста, пап А что мне за это будет? Я не буду называть тебя папашкой Ты никогда не называла меня папашкой А то буду И тебе вряд ли понравится Ладно, их не поговорю Хотя это был подлый шантаж Пока С днем рождения, Крис Два года назад Мы переехали в это просторное И я бы даже сказал Модерновое здание Но гордимся мы не только этим В нашем лице, я смею вас верить Сохранилась особая атмосфера Да, это правда Лев Матвеевич, он душой за все переживает Болеет, болеет Спасибо, спасибо, Вадим Прошу вас Маринушка, сделайте нам чаю, пожалуйста Вы лучше, Лев Матвеевич? Проходите Вот все учителя Очень стараются, чтобы дети Приходили в лицей с удовольствием И, смею надеяться, у нас это получается Но, правда, конечно, есть исключение Девятый А Это да Это ужас какой-то И у Ирины Вадимовны не сложились отношения с ребятами А что случилось? Мне бы очень не хотелось наговаривать на детей Но, знаете, те из них, которые не входят в группировку Вот с ними можно найти общий язык Ну ладно, сразу группировка Просто компания Нет, Лев Матвеевич, это именно группировка Два шага до банды А возглавляет это все? Нет, ну вы представьте себе, девочка Ну вы что, а как фамилия у этой девочки? Успенская Кристина Просто монстр какой-то, кошмар настоящий Опасайтесь ее Кирюша, мне как всегда полноузел сегодня Мне нужно еще купить учебники на весь класс Я обещал Кристине, что в школе ты сегодня не появишься Как ты мог такое обещать за меня? Надь, дай ребенку побыть в тишине А книги я куда дену? Надь, книги подождут Делайте, что хотите Ну это хорошо, что Ирина Вадимовна ушла А то слишком близко к сердцу все воспринимает Ну что, гормоны? Ну класс действительно сложный, правильно я понимаю? Ну я думаю, с вашим опытом и рекомендациями это вас вряд ли испугает Нет, не испугает Тем более у меня свой подход к детям Ну это все учителя так говорят Но мне нравится ваша уверенность И девятиклассникам сдавать ОГЭ А с русским и литературой там не все обстоит так хорошо, как хотелось бы Ирина Вадимовна не учила, а больше отбивалась от них Так что если у вас возникнут вопросы Мы можем после уроков остаться и обсудить это все Что вы делаете? Подождите Отойдите от меня Господи, как вы, как вы подумать даже могли Извините, конечно Но пока я директор лицея Никогда в жизни таких вещей не будет в этих стенах Лев Матвеевич, я прошу прощения Мне так неудобно, извините меня Ну ничего, ничего Идем дальше, как говорят на уроке Скажите, вот почему в середине триместра вы сменили место работы? Была причина? Мне бы не хотелось об этом говорить, да Это личное обстоятельство Все, все, я не буду развивать эту тему, не буду Ну вот, родительский комитет вашего класса, женщины дотошные, настырные, любопытные Боюсь, их это заинтересует Правда? Ну я этого не боюсь Председатель родительского комитета, женщина очень авторитетная Ее муж помогает лицею Вы требуете особого отношения к их ребенку? Ой, боже упаси! Мы в нашем лицее ко всем ученикам относимся одинаково Это принцип лицея Ульяна Павловна заведующая учебной частью Очень приятно Да, очень приятная, очень приятная И сама часть нашего коллектива Ой, спасибо! Большое спасибо! Я попросил Ульяну Павловну, чтобы она познакомила вас с учителями и показала ваш класс Спасибо! Да, еще там шарики приготовили Где стоять? Доброе утро! А можно с вами постоять? Турчик пришел Продолжай движение, а то еще на урок опоздаешь Пока! Растянули бы плакат Крис, добро пожаловать Рус, иди куда шел Че, королеву поклоном не встретишь? Она ниже плинтуса опустит, да? Дурак ты, Шибанов У нее день рождения, мы поздравить хотим Ну-ну, что-то я не видел, чтобы она хоть кого-нибудь из вас ждала Здравствуйте! Привет! Здравствуйте, Софья Валентиновна Кирилл Георгиевич на месте? А он только что приехал, не в духе, вот кофе заказал Стой! Я сама Ну, Кирилл Георгиевич, ну поймите, ну рабочая смена закончилась Монтажники отказались подниматься на крышу Уволен За что? Кто должен был заставить их остаться И работать, пошел отсюда Здравствуйте, Софья Валентиновна Угу Ваш утренний кофе, Кирилл Георгиевич Кирилл Георгиевич Кирилл Георгиевич О-о-о-о Все отбазываем мы! А-ах-а-ах! Так, успокоились, девятая Все, сели по местам Доброе утро, дети. Прошу любить и уважать Вера Николаевна Субботина, ваша новая учительница по русскому языку и литературе. Здравствуйте. Хитрый, перестань свистеть, денег не будет. Прошу вас. Спасибо. Ведите себя прилично, не позорьте наш лицей. Как скажете, Ульяна Павловна. Шабанов, не умничай. Вера Николаевна, если что, я здесь рядом, в своем кабинете. Да, хорошо. Приступайте. Спасибо. Ну что, ребят, давайте познакомимся. Здравствуйте. Блинов Арсений. Очень приятно. Баранова Светлана. Здрасте. Геворкян Артур. Приветствую. Я тут. Здрасте. Здрасте. Служу Отечеству. Присутствует. А я тутоньки. Шабанов Руслан. Я. Успенская Кристина. Мадам Успенская отсутствует? Увы. Хитрый Александр. Здравствуйте. Вы прекрасны. Мы с вами подруги. Я очень на это надеюсь. И считаю, что мне повезло. Хотя меня предупреждали. Что вы меня съедите, как я только войду. Ладно, ребята, давайте начнем урок. Сегодня будем говорить о драматурге Вампилове. Давай, давай встретим. Если бы это было прощание в июне, говорили бы по-другому. Ага. Рэбы читали. А кстати, почему нет? Тем более сейчас никто бы не требовал от драматурга… О боже. Успенская, что это за улыбочки? Почему не на уроке? Я уже на уроке. Здрасьте, Лев Владимирович. Здравствуйте. Изобрать. Здрасьте. Привет. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ура! Так, а теперь все успокоились и сели по своим местам. Ты, я так понимаю, Успенская. Ну, предположим. Встаньте, пожалуйста. А теперь выйди из класса и постучи. Если ты не заметила, у нас идет урок. Да, пожалуйста. Можно дойти? Да, пожалуйста. Как мы все знаем, Вампилов закончил плохо. Я не хочу. Пошел работать учителем в школу. Если ты хочешь высказаться, у тебя будет такая возможность. Дорогие друзья, все на сегодня свободны, а мы с Успенской остаемся побеседовать. Так звонка же еще не было. А звонок для учителя. Все свободны. До свидания. До свидания. Молодец. Кажется, ты хотела что-то сказать? Да, ничего. Без зрителей не так интересно уступать, правда? Вы специально их выгнали, да? Бинго! Вы такая смелая, потому что вы красивая, да? Вообще, если честно, в жизни мне это только мешало. И мне вот так же не хватало уверенности в себе, как и тебе сейчас. Это вряд ли. Вы сейчас меняетесь каждый день. Еще неизвестно, какая ты вырастешь. Хотя мне кажется, очень красивая. Как кобыла сивая. Мамочка моя так говорит. И вот тогда ты поймешь, что я чувствую. Мне сегодня день рождения. Я чувствую себя просто отвратительно. Ну, все, моя дорогая, кто такой? Давай, все хорошо. Ну, что, Верочка? Пересаживайся. Поехали. Поедем сейчас. Сама. С вами все в порядке? Да, все в порядке. Ты можешь идти. И мне ничего не будет? Тебе ничего не будет, ты можешь идти. Тем более, директор сказал, что тебя обижать нельзя. Это потому, что у меня сегодня день рождения? Потому что твой папа дает деньги на лисей. А вы не добрые. Тебе придется к этому привыкнуть. Благодарю вас. Всего доброго. Хорошего дня. Раечка, я же говорила вам, у нас халву никто не ест. Она в зубах застревает, а нам уроки потом… Ну, а что вам принести? Ну, хоть что-нибудь. А то не стол, а в пустыне. Генриета Станиславовна, что это за поза? А? Собака морды вниз. Может баранки? Может баранки? О, еда пришла. Я слышу ручание в животе. И боюсь, что ученики его тоже услышат. Я это не слышала. Коллеги, коллеги, прошу к столу. Ульяна Павловна, здрасте. Здрасте. О, халва. Халву ни в коем случае. Она в зубах застревает, ни в коем случае. А мне не надо разговаривать. Я просто свищу. Свистите? Ну, тогда ладно. Мариночка, Мариночка, спасай. У меня ЧП. Приезжай, дорогая. Да, спасибо. Я в улице жду. Окно закрою. А то дует. Ну, ладно. Посмотрим. Так. Генриета! Ну, иди поешь. Я на диете. Ну, ладно. Ого! Представляете, председателя родительского комитета не впускают в лицей. Не было приказа ее не впускать. Она сама не хочет. Она вообще какая-то странная. Да не в себе она. Как некрасиво. Какая бы она ни была, она болеет лицей. Угу. Добрый день. Здравствуйте. Я Вера Николаевна. Очень приятно. Очень приятно. Я туда пойду. Очень приятно. Очень приятно. Вера Николаевна, присоединяйтесь к нам. У нас тут бутерброды, компот. Большое спасибо. Я просто уже пообедала. Да? А у нас некоторые из дома еду приносят. Ну, то и сок, так сказать. Да? А я в школьной столовой. Ну, и как? Вполне. Как это можно есть вообще? Правда? А зачем же вы этим тогда кормите детей? Мы как-то даже не подумали. Слова настоящей бунтарки. Она просто хамка. Да. А что, если она сейчас слышит? Ей же хуже. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, ну как, халва-то свежая? О, попробуйте. А что ж вы, Веру Николаевну, не приглашаете к столу халвы отведать? Она нами брезгует. Вон со школьниками обедает. И как-то сразу оторвалась от коллектива. А вот это правильно, между прочим. Учитель должен быть с учениками заодно. Я всегда это говорю. Ну что, как, никто вас не обижает? Нет, все хорошо. Отвела урок уже. Как провели урок? В порядке? Не слышать какие-то вопросы, проблемы. Не стесняйся. Ты не представляешь пробки. Прости. Спасибо тебе, милая. Спасибо, дорогая. Спасибо. Я уже думала, не дождусь тебя. Не, ну я же обещала. Кстати, про обещание. Я тут дала слово в лицее не появляться. Что за глупости? Ну, дочка попросила у нее сегодня день рождения. Я не могла отказать. Надь, я ее осуждаю. У меня пока мама была жива, я ее боготворила. Слушай, я до восемнадцати лет спрашивала у нее выйти погулять. А ты говоришь? Другие времена были. Ну, другие люди. Слушай, в чем с тобой как старые бабки? Отнеси, пожалуйста, это в лицее и разложи на подоконнике. Хорошо. Я все сделаю. Я все разложу, расскажу тебе. Потому что родительский комитет должен держать руку на пульсе. Мяу. Ты моя дорогая. Да. Ну все, я пошла. Счастливо. Пока. Олеся, милая, не плачь. Что случилось? Вера, они все гады. Все гады. Олеся, кто они? Все мужики. Согласна. Ну, что случилось? Кто из них тебя обидел? Андрей. Что он сделал? Он меня бросил. Ненавижу. Сестричка, приезжай, пожалуйста. Милая, я не могу сейчас приехать. Это мой первый день на работе. Но после седьмого урока я обещаю, сразу приеду. Ты продержишься? Я напьюсь. Не надо. Олеся, дождись меня. Обещаешь? Обещаю. Ну все, давай, целую тебя. Может быть все-таки надо было пригласить ребят на день рождения? Не хочу. Не понимаю почему. Ну вот почему ты вот посуду руками моешь, когда машинка есть? Странное сравнение. Я когда был маленький, жил бабушке в деревне. Там не было водопровода и мы посуду мыли в ведре. Поэтому я так привык. Ладно, не хочешь, так не хочешь. Какие дела там в лицей? Учительница новая. Вообще без тормозов. Клевая. Так, ничего себе. Первый раз слышу, чтобы ты об учительнице отзывалась так хорошо. Классная была бы клевая. Отмазывала нас постоянно бы. Да? Ну попроси маму, она ее сделает классной. Думаешь, это в ее силах? Всемогущий родительский комитет. Да нет. Она как всегда все испортит. Я даже просить ее не буду. Думаешь? Ладно. Загружай машинку. Да я сама домой. Давай, давай. Лучше бы он какую-нибудь бабу нашел. Чистые слова. Нет, не лучше. Так ты сразу узнала, что это за человек. А ты не человек. Это козел. Вот именно. А если б ты узнала это после свадки? Ты такая мудрая, да? Ну, у меня немного побольше опыта в отношениях. Только опыт-то весь негативный. Извини, какой есть. Давай скажу, что ты все знала изначально, что ты мне говорила. Я тебя не послушала. Ты такая молодец. А я опять все сделаю не так. Нет, я не скажу. Хотя нет, скажу. Я знала, что он эгоист. Вот. Завела шармонку. Слушай, Олеся, с тобой просто невозможно. Да у меня вообще тут стресс. Я тоже хочу что-нибудь купить. Мы все купили? Мы все купили тебе. А я тоже хочу какую-нибудь кофточку, юбочку. Обойдешься. Вот сразу видно, какая ты эгоистка. Я эгоистка? А пойдем зайдем домой, откроем шкаф и посмотрим, кто из нас эгоист. Все, ладно, ладно. Не заводись. Вот именно. Совести у тебя нет. Слушай, я совсем забыла. Я же недавно читала где-то в посольстве Иордании нового консула назначили. Подожди. А старый что? Старого не знаю. Может быть, домой пилком под зад отправили. Надо срочно ехать и знакомиться с новым консулом. Так я тебе о чем и говорю. Может быть, он поможет Алина идти. Нужно обаять, подарить подарочек. Да, ты права. Конечно, права. Поэтому я тебе даю немного денег, я схожу и куплю подарок. Да, давай. Так, вот здесь карточка. Ты знаешь, пин-код там вроде. Конечно, знаю. Хорошо. Держи. Все, не переживай, сестра. Все будет лучше, Велик. Держи. Можно? Конечно. У меня к тебе маленькая просьба. А ты дверь закрыл? Ну, сейчас, подожди. Кристине нравится новая учительница. Сделаешь ее классной. Учительница? Угу. По литературе. У них ведь сейчас классной нет. Это же в твоих силах. Ну… Конечно, помогу. Я знал, что занятка. Ладно, я спать пойдем. Давай. Главный герой романа «Народ». В прошлые дни, врушенную непонятную… Здрасте. 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 Если мы разберем пьесу Вампилова «Старший сын», мы, к нашему удивлению, обнаружим, что драматург активно использовал наработки классической школы… Софья Валентиновна. Кирилл Георгиевич. А что ты на работе сказал? Что я в командировке. То есть, ты в Переславе сейчас? Без меня на заводе все станет. Как скажешь, дорогой. Нет, нет и нет. Это слишком ответственный должен. Да, на который был человек с постоянными истериками. Ну, это просто гормоны. Вера Николаевна отлично подходит на эту роль, я уверена. Вы что, познакомились уже? Нет, что вы. Но я слышала, как она ведет урок. И дети ее полюбили. А это я уже знаю из первых рук. Все равно. Ну, как это может быть? Новый человек только-только что пришел в школу без испытательного срока. Мы вообще о ней ничего не знаем, кроме рекомендаций. И потом, у меня на место классного руководителя есть иная кандидатура. Вот. Вот с этого нужно было начинать. Вы не можете обвинить меня в кумовстве. Такого рода назначения я тщательно обдумываю. Скажу вам честно, назначить на эту должность Веру Николаевну – это не только моя инициатива, но и желание моего мужа. А вот это запрещенный прием. Неправильное решение может повредить детям, прежде всего вашей дочери. Вот. А вот это уже запрещенный прием. Я вынужден его применить, чтобы организовать все, как положено. Хорошо. Дайте мне ее телефон, пожалуйста. Это зачем? Хочу позвонить и обсудить, какой вы деспот и изверг. Я? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Алло. Вера, мне осталось? Наконец-то я дождалась этих слов. Ты знаешь, почему от меня Андрей ушел? Почему? Он узнал, что я беременная. Представляешь, какой урод! И деньги я у тебя брала, не на шмотке. Боже мой, Олеся. Ну да, я хотела сделать аборт. А тут пришла в клинику. Мне дают какой-то договор, ну какой-то очень стремный. Тут написано, что я никаких претензий не имею. Так, не смей! Напиши мне адрес. Я сейчас приеду. Вера. Ребят, все в порядке. Продолжайте обедать. Вера Николаевна, добрый день. Да, добрый день. Это Надежда Васильевна, мама Кристина. Извините, пожалуйста, я не могу сейчас говорить. Зачем ты с ней живешь? С кем? С Надей. А у тебя еще кто-то есть? Только ты и она. Ну, просто жить с человеком, которому ты равнодушен. Ты думаешь, что я с ней живу через силу? Ну, в последнее время ты все чаще бываешь у меня. Ну, во-первых, ты мой заместитель. Во-вторых, я ее любил. Когда? Не помню. Я живу с ней исключительно из-за дочери. И все, давай, закроем тему. Ой. Секунды. Нужно забрать ваши анализы и поднять. Кто тебе дал этот договор? Братья. Вера, может, не надо? Стучать не пробовали? Вот так нормально? Что вы себе позволяете? Заберите это себе, аферистка. Такие заступницы ко мне каждый день бегают. Только это не ваше решение. Вы к этому самому решению никакого отношения не имеете. Сюда приходят взрослые люди. Им советники не нужны. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я не понимаю, как. Как? Что как? Как человек, которому дано такое счастье, может даже подумать об этом. Я хуже всех. Вот так. И ты пошла бы до конца? А ты знаешь, в чем ты, мастер? Руки выкручивать. Нет, не пошла бы. Довольна? Если б со мной такое случилось, я бы никогда… Конечно, ты бы никогда. Тебя на доску почета. Молодец. Почему? Извини меня. Да ладно, это ты мне извини, чтоб она меня нашла. Я дура какая-то. Все будет хорошо. Артурчик! Пошли домой! Здравствуйте! Ну и что? Поешь? Поешь? Ты домой? Здравствуйте! Здравствуйте, Лев Матвеич! Здравствуйте, дорогие мои хорошие, любимые мои родители, двоечников и отличников. Ну, не совсем. Ну что, к сожалению, Ирина Вадимовна покидает нас на неопределенное время. И пока мы будем искать достойную кандидатуру на место классного руководителя, я хотел бы вас, родительский комитет и остальных родителей, познакомить с новым учителем литературы и русского языка. Ах, Матвеич, простите. Извините. Дело в том, что ее не было в учительской. Странно, я ее предупреждал. Непонятно. Я прошу прощения за поздравление. Ну вот, вот и она. Прошу любить и жаловать. Вера Николаевна Субботина. Замечательный специалист. Будет обучать ваших детей русскую языку и литературу. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Куда? Не дуря. Здесь. Вера. Вера, Халави. Вера, это же ты. Я не могла обознаться. Этого просто не может быть. Действительно, такое совпадение. Просто поверить невозможно. Я теперь не Халави, я Субботина. Так ты ж в Петербурге жила. Ты как здесь-то оказалась? Я переехала. Почему, интересно? На то были свои причины. Надя, ты не волнуйся, я уйду из лицея. А зачем так сразу? Ну, потому что суррогатная мать не может быть учителем своей дочери. Ты хотела сказать моей дочери? Да, конечно, твоей дочери. Надя, завтра я напишу заявление. Мне кажется, не стоит принимать скоропалительных решений. Значит, ты поменяла фамилию. Отказалась от фамилии мужа. Вера, главное, без паники. Не стоит загонять себя в угол. Да я и так уже в углу, куда идти не знаю. А если не так категорично? Мне лично кажется, что это счастливое совпадение. Да, совершенно невероятное, но по-своему счастливое. Мне кажется, ты будешь просто идеальной классной руководительницей для Кристиночки. Ну и для всех остальных, разумеется. Да я смотреть на нее не смогу. Скрывать не смогу. Сможешь. Мы все взрослые люди не такое скрываем. И у тебя, и у меня секретов полно. Однако ж, держим язык за зубами. Я Кристину в последнее время не узнаю. Совсем чужим человеком стал. Я тебе очень сочувствую, правда. Но меня сейчас волнует моя жизнь. Так расскажи, что случилось. Нет, я не могу уже в тысячный раз рассказывать одно и то же. Так мы поможем друг другу. Мне будет спокойнее, если возле Кристиночки будешь именно ты. Она все узнает. Узнает, если мы с тобой не скажем. А нам это зачем? Ворошить прошлое. Ты же ей не скажешь? Принесите мне ребенка. Нет. Вам будет только хуже. Пожалуйста, пожалуйста. И я не скажу. Мы с Кириллом так и договорились. Молчок. Ты представь, я ей скажу, это же будет просто буря. Она меня возненавидит. Надеюсь, я вас помирю. Ты свой человек, ты поможешь. Вер, пожалуйста, останься. Все будет хорошо. И никто ничего не узнает. Я тебе не придется. Начинаю все сначала. Мужу не говори. Никто не должен знать. Это мое условие. Хорошо, не скажу. Тем более, что он здесь и не появляется. Давай вернемся к глазу. Верочка, милая. Я так рада тебя встретить. Все думала, как там у тебя сложилось. Пошла ты, мальчик, от себя? Нет. Верочка, милая. Мне она нравится. Такая же шлюха, как все здешние женщины. Я ее хочу. Нет ничего проще. Улыбнись, пригласи ее в ресторан, и она будет твоей. Если я не ношу платка, это не значит, что меня можно оскорблять. Мы… Мы не думали, что вы нас понимаете. Я бы предпочла услышать извинения. Мадам, простите меня и моего друга. Мы просто не предполагали… Что вам ответит женщина? Я так и поняла. Желаю вам хорошего дня. Желаю вам хорошего дня. Желаю вам хорошего дня. Ну, все понятно. Что понятно? Я готовлю тебе обед, готовлю тебе ужин. Ты же сама не соберешься? Ну, конечно. Только ты тоже нас соберешь. Что за тон? Потому что ты готовишь на нервиках, без удовольствия. У еды энергетика плохая. Вот это нормальная, потому что не трогала пока. Действительно. А чего я стараюсь? Нет. Я тебя не просила. Ну, ладно. Что случилось? Выкладывай. Я в панике. Я не знаю, что мне делать. Слушай, ну ты же постоянно сама мне твердишь. Надо жить дальше. Надо жить дальше. Ну, и есть у тебя эта девочка и мамаша ее сумасшедшая. Прими это как данность. Ты что, огурец? Капуста. Может, мне все-таки уволиться? И с девочкой тебе поговорить надо. Нет, я не могу. Я сейчас с мамашей свою сумасшедшую поговорю. Скажи, что если они будут тебя доставать, ты оборчаешься в полицию? Олесь, ну, при чем здесь полиция? Говоришь, я думал какой-то. Ну, да, ни при чем. Давай я с ним поговорю. Ты знаешь, кажется, я знаю, что мне делать. Картошку в суп положь? А зачем было меня спро... То есть мне что, это все готовить, что ли, надо самой теперь? Нельзя. Кристиночка, это я. Тем более нельзя. Красивые цветы. Не трогай. Хорошо. Сколько у тебя подарков? Майорликин чуть-чуть мудрец. Так мало говорит. Майорликин чуть-чуть хитрец. Хотя простак на вид. Майорликин чуть-чуть хитрец. Мы с папой в кухне завтракаем. Мы оба тебя ждем. Я не хочу. Все, иди, мама. Мы ждем тебя. Мы ждем тебя. Ты знаешь мое мнение о четверках. Ты знаешь, что это плохая оценка. Когда есть пятерка, знаю, знаю. Еще раз повторяю, хватит его защищать. Он учится в школе, с него и спрос. Не ори на ребенка, у него аппетит пропадет. Аппетит у него пропадет. Здесь, значит, учителя в очереди стоят и никакого результата. Ну почему нет результата? Мы стараемся, мы работаем над этим. Работают они, стараются. Ты в школе плохо учился. Я аттестат твой видел. Что он сейчас сказал? Это, между прочим, твое воспитание. Ты как с отцом разговариваешь? Тихо, тихо. Возьми тарелку и иди в свою комнату, пожалуйста. Каренчик, на меня ори. Отстань. Ну а что, на меня уже не интересно орать? Карен, я обещаю тебе, что он будет круглым пятерочником. Дай только время. Ну что же за необходимость-то? Ну, Лев Николаевна, сегодня выходной. Нельзя было до понедельника дожить, походите. Я прошу прощения, Лев Матвеевич, но это очень срочно. Ну, были срочно, раз уж пришли-то. Я понимаю, давайте ошарашьте в старика новости. В общем, я вынуждена уволиться. Я понимаю, вы на это не рассчитывали. Нужно подыскать у меня замену. Может быть, кто-то из наших коллег сможет… Ну, Вера Николаевна, с вами как на американских горках. То вверх, то вниз. Я точно решила. Ну, это обычная реакция на поведение девятого А. Ну, первый урок, это же не показатель, правда? Уверяю вас, они ведь тоже волнуются. И, Вера Николаевна, с вашими талантами, с вашим подходом к детям… Здесь дело не в девятом А. Причина, правда, очень серьезная. И я не могу вам о ней сказать. Как красиво. Сейчас не об этом. Но хочу напомнить вам, Вера Николаевна, что это вы сами уговаривали меня взять вас в середине учебного года. И я пошел вам навстречу. Сделал исключение. А теперь, теперь вы меня подводите. Так люди не поступают. Я понимаю, Лев Матвеич, но это очень важная причина, поверьте мне. Ладно, раз уж приехали, пошли чай пить. Чего здесь мерзнуть? Да она из всего спектакль устраивает. Из всего. Доброе утро. Доброе. Приятного аппетита. Как здорово. Отец и дочь вместе завтракают. Пап, ну ты видишь? Дочь. Я просто хотела, чтобы мы как-то все вместе позавтракали. Поделились с проблемами. Нашли решение. Надь, у меня нет проблем. Может быть, тогда послушаешь про мои? Нет, спасибо. Я не хочу потерять аппетит. А как у тебя дела? Как на работе? Как новая линия в Переславле? Там же стеклопакеты, да? Милая, займись собой, а? Я просто хотела быть как-то полезной, тебе нужной, и я думала, что… Не надо думать, не надо хотеть! Надо заниматься своими делами, а не лезть чужие! Ну вот, опять начинается! А таблетки пила сегодня свою? Нет! На, пей, собирайся! Вера Николаевна, я чувствую, у вас очень хороший потенциал. Очень хороший! А профессионалы, они же никогда скоропалительных решений не принимают! Ну, по сути дела, это и есть профессионализм! Правда? Олег Матвеевич, вы меня за горло прям взяли! Ради лицея я еще не на такое способен! Я знаю, у вас не сложились отношения с некоторыми учителями, но ничего страшного! Впереди вся жизнь! Присмотритесь, найдите подход к каждому! Вот, я вам по секрету скажу, учительница химии, Юлия Александровна, она ненавидит комплименты, но обожает, когда ей говорят правду! Вот, говорите ей правду и расположите ее к себе! Лимончик положили? Правильно! Здрасьте, Вера Николаевна! Извините, я не знал, что вы здесь! Шабанов! Прошу любить и жаловать! Мой внук, ваш ученик! Ну, вы, очевидно, знаете уже об этом, да? Это секрет этот, как его? Поли Шинелия! Учиться тебе еще и учиться! Ну, шедай, Вера Николаевна! И ходите к нам еще! Ушел! Я даже не заметила! Ну, раньше я был лишен общения с моим прекрасным внуком, он с дочерью жил в Бельгии, она в посольстве работает! Очень красивая, похожа на вас! Ну вот, да! Учился он в бельгийской школе, так его выгнали оттуда! Так учился хорошо! Понимаете, довел бельгийских учителей! У вас есть дети? Нет! Ну вот, а моя дочь с единственным намучилась! В подарок мне прислала! И здесь учится кое-как! Ну, слава Богу, хоть руки не распускай! Так что, если какие-то будут проблемы с ним, сразу ко мне не стеснялись! Он, в общем-то, парень толковно способный! Но, как говорится, лень раньше его родилась! А болт уж короче! Угощайтесь! Ну что, Кристин, может, хватит рисунков? Набьем настоящую! Не, я пока не готова! Здрасте! Ого! Ничего себе! Класс! Давай эти обновим! А, его тут на плече я еще хочу! Ну, будешь ты скрывать, долго не получится! Все равно же все узнают все! И что ты предлагаешь? Говорю же, понемногу рисунки заменять! Меня мать убьет! А если друзья твои узнают? А ты за меня не беспокойся! Мое дело маленькое! Клиент всегда прав! Ну что, рисунки обновлять будем? Смотри! Класс! Кирюш, как ты думаешь? Стоит Кристине сказать? О чем? Ну, как о чем? О суррогатном материнстве! Почему сейчас в голову тебе такая мысль пришла? Ну, она взрослая скоро станет, совсем паспорт получит! Мне кажется, ей важно знать! Знаешь, что важно, Надя? Нужно, чтобы ты язык свой держала за зубами! Мы же договорились! Зачем ты сейчас это начинаешь? Да, договорились! Вот и молчи! Все было правильно! Зачем ребенку это знать? Будет как прибитой плитой ходить! Косо! Смотреть на тебя и на меня! Зачем это нужно? Правильно! Значит, молчи! Поняла? Поняла, Лев Матвеич! Спасибо большое, что выслушали! До свидания! Да! Всего доброго! Нормальная такая училка! Рано еще обсуждать! Да не, ну она ничего такая! Вполне себе! Ну! Только она какая-то странная! Она точно учительница? Конечно! Чего ты спрашиваешь? Не знаю! По мне так, таких красивых учительниц не бывает! Не говори, Лев Матвеич! Чего ты спрашиваешь? Я вообще не понимаю! Ну-ка! Вера Николаевна Суботина! Опа! Министр образования вручила, да она учитель года! Ну, давай посмотри! Может, я не вижу так ничего? Ага! Да! Учитель года! Что же она мне ничего не сказала? Олесь! Ну, чего ты? Олесь! Быть беременной для женщины – это нормально! Слабое тишине! Я всегда с тобой рядом! Ты мне всегда помогай! А что будет, когда появится он? Я вот как начинаю об этом думать, одни кошмары в голову лезут! Ну, откуда такие мысли? Честно? Не обидишься? Нет! На тебя она смотрелась! Будто родила двоих! И где они теперь? Ты обещала, что не обидишься! Прости, пожалуйста, я не хотела! Я знаю! Ну, хвари! Ну, пожалуйста, Лев Матвеич! Ну, если ты знаешь… Тогда делай мне массаж! Я вот устала и… У нее спина болит! Все будет хорошо! Бать звонит! Скажи, что меня дома нет! Она все слышит! Да плевать! Дочь, он занимается, ему сейчас неудобно говорить! Извини! Ну, созвонимся! Хорошо! Хорошо! И что это было? Ну, что такое? Как она со мной, так и я с ней! Она родной человек! Нельзя быть таким жестоким! Дед, ты прости, но тебе меня не понять! Ты же у нас планета добра! Да, действительно! Мне тебя, наверное, уже никогда не понять! Да ей на всех наплевать! На тебя, на меня, с высокой бельгийской колокольни! Дед! Ты думаешь, меня из-за драки выгнали? А что, нет? Да, из-за драки! Но до этого я с ее очередным ухажером схлестнулся! Тем еще уродом был! Я не выдержал! Это только потом я уже в школе на какого-то парня наткнулся! Я злой был, как собака! Что это за ухажер? Да нет его уже! Она его выгнала! Поняла, какой он урод! Только я-то уже здесь! Ирония судьбы, правда? Да уж! Вот так вот, дед! Не все так просто! В комнате прибери! Что ты в бардаке в каком-то живешь-то? Уберись! Значит, Кирилл Георгиевич, люстру повесили, проводку проверили полностью, все! И розетки тоже подключили! Молодцы! Здрасьте, Кирилл Георгиевич! Траву убрали, кротов поторонили! До свидания, Кирилл Георгиевич! Пока! А завтра в гостевом проверить всю сантехнику! Хорошо! Не, а почему полиэтилен-то не сняли? О, точно! Не надо, все-все-все! Ворота закройте за стороны! Ага! Хорошие, говорит, работники! Отличные, замечательные! Знаешь, почему ты себя так ведешь? Потому что тебе заняться нечем! Это не правда, мне много дел! Родительский комитет? Я не позволю тебе так свысока говорить об этом! Да, родительский комитет! На нас вся школа держится! Не школа, а лицей! Выучил! Девять лет дочке учится! Осталось сходить туда для разнообразия! Родительский комитет – это не занятие! Очередная ерунда, которую ты себе придумала! Кротов, кстати, потравили они! Хорошо! Меня зовут Роман! Я закончил Московский университет! И у меня пять с половиной лет практики! Прошу! Спасибо! А женщины-пациенты у вас были? Да, где-то пятьдесят-шестьдесят процентов моих пациентов – это женщины! Мне очень приятно, что вы прислушались к рекомендациям Марины Константиновны! Да, очень вас рекомендовала! Сказала, вы лучше в Москве! Но она-то лучше в Санкт-Петербурге! Что касается меня, давайте будем делать выводы позже! Итак, с чем вы ко мне пришли? Есть несколько вопросов! Так! Во-первых, сестра! Старшая, младшая? Младшая! Очень непростые у нас отношения! Я злюсь на нее! Угу! А можно я о другом расскажу? Конечно! Я очень боюсь встречи с одним человеком! Я не хочу называть его имя! Где мой ребенок? Девочка жива и здорова! Все в порядке, не волнуйтесь! Я смогу ее увидеть! Я боюсь, что нет! Вы подписали договор! А где она сейчас? Все хорошо! Она у родителей! Давайте сменим тему! Давайте! Только мы меняем уже который раз подряд! А вы до сих пор не сказали ничего конкретного! Может быть, вы просто не умеете слушать? Может быть! Но начните еще раз! Я постараюсь в этот раз быть внимательнее! Когда я приехала в Иорданию, я понимала, это не важно! Что случилось в Иордании? Ничего! Хорошо! Давайте начнем сначала! Нет! Давайте! Мы закончили на сегодня! Извините! Я сказал, что-то не так? Нет! Вы все правильно говорите! И, наверное, я уверена, хорошо делаете свою работу! Просто дело во мне! И я действительно прошу прощения! Так что вас смущает? Меня смущает, что вы мужчина! Я не могу быть с вами откровенна! Вас смущает, что я мужчина? Да! Нет, ну… Я не знаю! Извините! Хорошо! Запах! Запах! Кайф! Ну, опять двадцать пять! Чего на этот раз-то? Ничего! На! Виновый пей! Да! Я ужасная женщина! Вот! Я знаю! Ну, ребят, зачем ты накричала? Они уже привыкли к этому! Так что ничего страшного! Все нормально! Кирюш! Дай мне руку, пожалуйста! Знаешь, я… Я в такие моменты себя как будто не чувствую! Ну, вернее, чувствую, но только… У меня как будто внутри что-то обрывается! У меня какое-то тотальное одиночество невыносимое! Просто ужасный мороз по коже! Человеку вообще свойственно быть одиноким? Тебе тоже? Местами – да! Ну, вот видишь, как хорошо, что у нас есть хоть что-то общее! Как жаль, что только это! Я где-то читал, что растворимый кофе имеет очень странный эффект! Сначала ярко выраженная бодрость, а потом клонит в сон! Ой, меня сегодня в сон клонит и безо всякого кофе! Говорят, это какая-то особенность расщепления кофейных зерен! Не, просто вначале начинает действовать кофеин, а потом – теобрамин! Точно! Теобрамин! Ярослав, ты прав! Угощайтесь! Не спасет! А где Вера Николаевна? Никто не увидел ее? Мне кажется, ее еще не было. Я тоже не видела! Странно! Второй день, а уже опаздывает, а? Думаю, она сразу в класс пошла! С какой-то стати! А с какой стати и находиться здесь, в учительской, полной настроенных враждебно коллег? Ну, здесь-то ей зла никто не желает! Хотя, конечно, она могла быть и поприветливейша! Добрый день! Добрый день, Вера Николаевна! Что это у вас? Это кофемашина! Мне еще идут капсулы, очень удобно и вкусно! А будем скидываться! Ой! А что это у вас тут? Кофемашина! Кофемашина! Да, Вера Николаевна! Юлечка Вера Николаевна купила! Вот! Я не буду скидываться! Да я никого не прошу скидываться! Я купила по собственному желанию! Если вы будете пользоваться, мне будет очень приятно! Спасибо большое! Спасибо! 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 Ребята, идет, идет, идет! Доброе утро, ребят! Что происходит? Что происходит? Спасибо! О, Боже! Спасибо, ребят! Но это было год назад! Вы все равно крутая! Идиотизм какой-то! Спасибо! Нажимайте на чашечку! На чашечку! На чашечку! Прекрасно! Чашечку! Чашечку поставьте, пожалуйста! Вот так! Вот вы и научились готовить себе кофе! Все! Да! Копает! Ну, я попробую! Давайте! Ой! Арсений Владимирович! Восхититель! Боже мой! Милая, тебе с каким ароматом сделать? Я лучше воды из-под крана сырой попью! Кулер есть! Что с ней? Чем ты расстроена? Вера Николаевна, я не понимаю, чего вы стесняетесь? Ну, это ж зачетно! Министр вам, наверное, еще денег дала! Денег дала, скрывать не буду! Но еще дала один очень важный совет! Какой? Почаще вызывать к доске самых активных учеников! Руслан, прошу! Я старший сын не читал! Плохо! Ну, смотрел кино? Кстати, очень клевый кинчик! Там два йогурта, надули лоха! Сам ты лох! А что ты возникаешь? Читала, что ли? Представь себе! Успенская! Прошу, можно с места! На самом деле, история нормальная! А можешь одним предложением тему определить? Пьеса о том, что чужие люди могут тебе ближе быть, чем родные! Вера Николаевна, да она вообще тему не догнала! История о том, как парень хотел старого музыканта квартиру отжать! Там вообще ни слова по квартиру, нет! Кристина, если хочешь ответить, подними руку! Не могу! У меня тату новое, мне тяжело! Ты уже меня нашла, чем хвастаться! Я вообще не понимаю проблем этих Сарафановых! Все из пальца выссано! А что непонятного Тошибанова? Все прямо как у тебя! Дед воспитывает, а настоящими родителями на тебя начхать! Ты лучше нам всем про свою мамашу расскажи, а то она нас всех уже достала! Так, тишина! Дорогие лицеисты, стоп-машина! Возвращаемся к обсуждению пьесы! Ты не о чем не сказать, все уже сказал! А что? Такое часто бывает! Родные дети родителям не нужны! А чужие люди лучше всяких родителей оказываются! Вера Николаевна, все нормально? Да, спасибо! А ты считаешь это нормально, когда ребенка воспитывает чужой человек? Какая разница? Если он тебя любит, какая разница? Какая разница? Я не уверена, что сотрудники до сих пор ни о чем не догадываются! Вы же все все знают? Каждый раз я подписываю договор, а слишком долго! Надоело! Я сейчас уйду! Да не, я не крути тебя! Я про Надю! Я все меня за жабру взяла! На выходной увязалась со мной! Скандал у Столёва на ровном месте! Тебе хватает наглости быть недовольным? Ну, я же черствую сухари! С языка снял! Да! Мне нравится твоя примата! Тебе нравится? Моя попа! Да, мне нравится твоя попа! Так! Сегодня мне будет понятно, как кто из вас за эту неделю подготовился к контрольной! В свою тетрадь смотри! Так сели, сели все работаем, не отвлекаемся, пишем контрольную! Еля Александровна, можно вас на минутку в лабораторную комнату? Нет, у нас контрольная! Это очень важный вопрос, к сожалению, он не требует отлагательства! Так, не разговариваем, Бобров! Сидим, пишем, не отвлекаемся, я все вижу! Пиши, Алина, пиши! Оставь меня в покое! Ты мешаешь мне работать! Юль, ну ты устраиваешься сейчас, мне абсолютно странно! Это несправедливый бойкот! Это не бойкот! Я тебя, дорогой, игнорирую! Угу! Вот только что ты назвала меня дорогим и даже не заметила! А, заметила! Ну, значит, это сарказм! Тише! Так, что такое? Сейчас заставлю всех переписывать! Я все вижу и все слышу! Детский сад 10-й В! Не надо улыбаться, Петрова! Да! Да! Да, ты все правильно понял! Юль, ревновать меня абсолютно глупо! Ну, Вера Николаевна же мне никто! Да? А ты смотришь на нее? Как на… Как на очень близкую родственницу! Саечка, видишь, ты меня все-таки ревнуешь! Ну, я бы, я клянусь, я бы никогда не увлекся ей! Правда! Да! Да! Ты не увлекся ей, Сеня! Потому, что она бы никогда не обратила бы на тебя внимания! То есть, вот какого ты мнения обо мне! Ах, значит, ты со мной просто из жалости! Ты сам это сказал! Ну, спасибо тебе большое! Большое! Все, я обиделся! Я обиделся! Это… Это… Это был всего лишь кофе! Просто кофе! Ах… Арсамаха! У нас с тобой тоже все когда-то начиналось кофе! Здравствуйте! Садитесь! Садитесь, садитесь, садитесь! О! Доказательство очередной выходки 9-го А! Ну, по-моему, очень мило! Но я ведь еще и учителя не рассказал, а ученики уже все знают! Еще одна новость! Имею честь предложить вам стать новым классным руководителем этих, с позволения сказать, отроков! АПЛОДИСМЕНТЫ Пошелим, пошелим, пошелим! Надеюсь, вы не откажетесь! Спасибо! Поздравляем вас, Вера Николаевна! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну все, милая! Ребеночка пора возвращать! Катенька, пожалуйста, можно еще немножко? Я не могу, прости! Меня уволят! Настоящая мать придет! Вера, пожалуйста! Я настоящая! Отдай, пожалуйста, ребенку! АПЛОДИСМЕНТЫ ВЕРА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Арсений Владимирович! Ой, напугали меня! Я еще не начинала! А, что не начинали? Пугать! Шутка! Ну, как дела у всемогущего родительского комитета? Я по-личному. К вам. Ух, даже как-то сейчас не по себе стало, что ли? Ну, я так понимаю, что у моего Артурчика, по вашему предмету, четверка выходит. Если в дневнике написано, значит, так и выходит. Значит, заслужил? Ну, да. Ну, да. Я думаю, мы с этим что-то сможем сделать. Ну, я не самая страшная, что есть в нашем лицее. Вы кофемашину видели? Ну, и что в этом плохого? А, вы не любите кофе? А если это взятка? Так, вы все-таки думаете, что говорите? Я смотрю, ты уже Леву Матвеевичу тоже понравилась, да? Ходит тут по всему лицею с тобой. Вот интересно, а что ты для этого сделала? Простите, вы с фотографией разговариваете? Я Лев Матвеевич, с вами разговариваю. Простите, у меня урок. Вкусно? Вы чего? Это невежливо не отвечает на вопрос. Отстаньте от меня. Это наш стол. Мы его занимали. Отстаньте от меня. Ладно. Это мое. Бессовестные, взрослые уже, ведут себя как дети. Извините, извините. Круто. Кристина, у тебя ж полно денег. Зачем тебе эти объедки? Я банк. Ешь, ешь, Серега. Ребята, нас выгонят или в полицию заберут? Ты ты чего паришься? Ты ж не делал ничего. А я с вами, как бы заодно. Тогда вали. Да, кстати, тебя никто не держит. Мы котом. Не, я лучше с вами. А вы так все время развлекаетесь? Почему? У нас другие развлечения есть. Дорогу молодым. Дорогу молодым. Дорогу молодым. Офигеть. Нифига себе. Ребят, мне домой пора. Всем пока. 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 Пойди к мамочке. Никому больше домой из вас не надо? Ложная скромность и железная хватка. Вот стиль подобного типа женщин. Синя, пей кофе. Спасибо. Карьеру за два дня сделала. Я вас уверяю, она далеко пойдет. Ну, учитывая ее особые отношения со Львом Матвеевичем. О, да ладно? Ужас какой. Страшно подумать, как вообще она стала учителем года? Пришла, пришла. Поздравляем вас. Что? Поздравляем вас, Вера Николаевна, с назначением. Большое спасибо. Вы очень рады все. Правда? Спасибо вам. Спасибо большое. Чашку возьми помыть-то. Я не пила кожу. Что я такого сказала? Вижу я, как они здесь мне все рады. Вижу я, как они здесь мне все рады. Ну-ка, девочка, слезай отсюда. Сам ты девочка. Она меня по уху ударила. Сам напросился. Прекрасно. Что еще было? Отобрали еду у гостя. Всей компанией. Так. И где компания? Сбежала. Хорошие у тебя друзья. Не твое дело. Ну, ты мобильный телефон. Только отцу звоните, не матери. Роман, я же вам говорю, оставьте эти деньги себе. Большое спасибо вам за прием. Ну, хорошо. Я еще как-нибудь к вам приеду. До свидания. Олесь, я дома. Ты где? Слышишь меня? Олеся, ты где? Олеся, ты здесь, открой! Оставь меня! С тобой все в порядке. Олеся! Послушай, что это за таблетки? Я не хочу больше жить, детечка. Сестренка милая моя! Ты должна жить ради ребенка, которого ты ждешь. Слышишь? Быстро! Мне уже не станет легче. Хорошо. Не хочешь говорить со мной? У меня есть психолог. Давай ты пойдешь к психологу и поговоришь с ним. Какой психолог? Мне его в Питере посоветовали. Очень толковый. А ты с ним встречалась? Да, встречалась уже один раз. Олеся, миленькая моя. И как он? Симпатичный? Вы шампанское? Дед, ты здесь? Дед. Ты что, с тобой все в порядке? Все хорошо. Ты себя точно нормально чувствуешь? Да, Жан, да. Все, поедем домой. Это просто уже. Хорошо. Хорошо. Закрывай кабинет. Не скулишь! Так нельзя делать! Ты хоть понимаешь это? Мне правда было плохо. Я хотела увидеть обезболивающее, а потом остановилась на шампанском. Ну-ка, посмотри на меня! С этого момента ты потеряла мое доверие. Я думала, я его давно уже потеряла. Алло, Кристина? Кристина, ну ты где двадцать восемь потеряла? Ну вот же. И здесь пятерка, а не четверка. Вот она. Я уже лично хотел в полицию звонить. Галина Кобировна меня договорила. Спасибо. Давайте не будем пока в полицию звонить. Мы же сами можем разобраться. Я все компенсирую, если что-то. Не так быстро, уважаемая. Успокойтесь. Вы вообще кто? Я… Это моя мать. Привет, мам. Ну и как это понимать? И не говорить. Пять косарей. Подумаешь, поела бесплатно. Ну и стол поцарапала. Вообще не об этом. Деньги – последнее дело. Да забейте. Папа все возместит. Кристина, ты мне ничего не хочешь рассказать? Спасибо, мамочка. Ой, то есть, Вера Николаевна, извините, что вас за мать выдала. Почему ты своим родителям-то не позвонила? Папа был недоступен, а маме бы я ни за что не позвонила. Почему? Он бы такой цирк здесь устроил. Знаете, что такое испанский стыд? Нет. Это когда человек делает что-то глупое, а стыдно при этом тебе. Ну, вообще сейчас ты глупости наделала. Да? Это так, разминочка. Вы же на меня не злитесь, что я вам позвонила? Честно? Вы же учитель года. Вы не умеете врать. Я не злюсь. Ты можешь звонить мне в любое время. Спасибо, Вера Николаевна. Доброе утро. Доброе. Что случилось? Похоже на то. Пять пропущенных. Все в порядке? Вроде да. По подбой все гуд. Похоже придется возвращаться из командировки. Надя все поймет, я так понимаю. Достала. Вчера вечером опять рыдала, непонятно с чего. Достала разведить. Ну, между прочим, однолюб. Заметила какой-то однолюб. Да? Разве я сказал, что люблю Надю? Нет. Тогда в чем дело? Тогда кого ты любишь? Собирайся на работу. Опаздываем. Спасибо. Было классно. Тебе спасибо. Не опаздывай на работу, хорошо? А то что? А то штрафую. А может быть поднимемся еще на полчасика? Там и оштрафуешь. Ну все, не надо ехать. Нельзя опаздывать. Все, пока. Здравствуйте, Софья Валентиновна. Привет. А чего вы без машины? В сервисе? Да. Надь, ну откуда я знаю? Мне еще надо в офис заехать, пробки. Нет, не надо ему звонить. Я ему сам позвоню. Все, давай. Ну что, в офис? Нет, планы изменились. Я же в командировке. Получается, я свободен? Нет. Езжай с Надей в мол, потом за концтоварами для лицея. Я такси себе вызову. Блин, он же не спалился. Хорошо, что она тебе и не позвонила. За верх потянулись. Сниз. Выдох. Вперед потянулись. За тебя выдох. Вперед. Правая вперед, левая вверх. Вперед. Правая вперед, левая вверх. Держи. 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 Эй. Я на и не откликаюсь, у меня имя есть. Кристина Кирилловна. Молодец, хороший мальчик. Слышь, ты извиниться должна. Почему я не должна, тем более тебе? Ты меня перед всем классом опустила. И предков моих. И что? Ничего, извиниться должна. А то что? А то будет плохо. Давай посмотрим, как это плохо будет. Ребята, был звонок, не слышали? Мы идем, идем. Быстрее. А знаешь что? Я извинюсь. Что, правда? Только мне-то с мыслями собраться надо. А что ты такая сговорчивая стала? Ну, ты меня напугал. Я же девочка, слабый пол, испугалась последствий. Так что, как ты хотел, так и будет. Ну, где это там? Указка телескопической при штуке купили. Стикеры для упаковки вычеркиваем. Маркеры три набора есть. Экран для проектора купили. Слушай, нужно еще какой-нибудь подарок для Ульяны Павловны. У нее юбилей через месяц. Да. А классный новый надо? Новый классный? Да, конечно. Наверное, это что-то должно быть такое дорогое и со смыслом. Володь, можно немножко поаккуратнее с прайдиком? Не, ну, мы так не успеем. Не переживай, я заскочу в ювелирку и сама все выберу. Слушай, а мы прошлой классной дарились тульский самовар. Сама ты марин тульский самовар. Здесь особенный случай. А что может быть особенного Вере Николаевне? Обычный классный руководитель. Обычный да необычный. Мы ей детей доверяем. Убедила. Поехали. Поехали вместе. Поехали вместе. Поехали вместе. Поехали. Слышь. Поехали вместе. О времена, о нравы. Да, Вера Николаевна? А Вера Николаевна, школьные проблемы до лампочки. Вера Николаевна все тетрадки проверяет. Потому что ей с вами скучно. Вот вы ее развеселите. А мы посмотрим. Да? Извините. Вера Николаевна, не отвлекай. Кофе будете? Благодарю. А, что вы делаете? Проверяй сочинение. Ага, сочинение проверяете. Я понял. А какую тему? Какую тему проходите? Ван Пилова. Ой, как интересно. А я, признаться, никогда ведь не читал. Но зато я очень сильно люблю Твардовского. Да, замечательный поэт. Ой, правда? Вам нравится, да? Переправа, переправа, берег правый. Берег левый, берег правый. Ну, что-то я не знаю. Скажите, пожалуйста, вам нравится вот этот кусок? Как-то раннюю весной, утром, по идее, появился человек новенький в лицее. И не просто человек, а учитель года. И прекраснее его не дала природа. Мне кажется, там было немного не так. О, не знаете, значит. А говорили, Твардовского любите. Нет, в размер вы попадаете. Это хорошо. Ну, тогда я, с вашего позволения, продолжу. Всех влюбила. Вмиг себя. Всех очаровала. С того часа, с того дня, школа засияла. Стала делать кофе нам новая машина. И узнали в классе все, кто такой… Мужчина. Нет, нет, нет. Вампилов. Если б не было ее в скучной жизни школьной, то не пелось бы тогда этой песней вольной. Вот, стрипенулся, вольный сокол, бросил думать, начал блеить. Нет, Юля, Твардовского бросил думать, начал петь. Иди, 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 иди. Юлечка, 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 прости, пожалуйста. Ой, Юлечка, Юлечка, ну, Юлечка, ну, Юлечка, ну, Юлечка, извините, вот ничего личного не обращайте внимания. Юлечка, родная, Юлечка! Ну, подожди, ну, это очень странно. Здрасте. А в чем, собственно, проблема? А ты сам не понимаешь? Нет, не понимаю. Юля, я просто спарадировала Твардовского. Ну, нет, не понимаю. Это было отвратительно. Да? Но раньше тебе нравилось? Раньше ты читал Твардовского только для меня. У нас был свой личный Василий Теркин. Да, Юр, но ведь искусство принадлежит народу. Ну, зачем ты мне врал, что любишь меня? Нет, ни в коем случае, я не врал, Юль. Я правда, я очень сильно тебя люблю. Ну, и Твардовского я тоже люблю. Какой же ты жалкий. Итак, сегодня наша тема. Мой любимый праздник. Кто из вас хочет рассказать о своем любимом празднике? Успенская, пожалуйста. Я расскажу об одном человеке. И сделаю это в свободном стиле. Великолепно, мы слушаем. Этого человека мы все очень хорошо знаем. Я хочу, чтобы вы все знали. Этот человек – трус и подлец. Сегодня он подошел ко мне и попытался наехать. Хотел воспользоваться тем, что он мальчик, что он физически сильнее. Угрожал мне, запугивал. И главное, я даже не поняла, что именно он хотел. Руслан, что ты хотел от меня? Только английский. Что ты хотел от меня? Что ты сказала? Только по-английски, Руслан. Да я хочу, чтобы она по-русски мне ответила. Я даже не знаю, что сказать. У нас была тема «Мой любимый праздник». Знаете, иногда самый лучший праздник – сказать правду. Вот. За английский ставлю пять. А отношения в следующий раз, пожалуйста, выясняйте на перемене. Значит, начальство в командировке, а вы вот что себе позволяете. Ну, я говорю, у меня дверь заклинила. Пришлось на сервис ехать. Это не повод опаздывать на работу на два часа. Согласна, Кирилл Георгиевич, но… Значит, когда меня нет в офисе, вы черти чем занимаетесь. Разъезжайте по сервисам. Простите меня, босс. Я виновата. Хорошо, хоть вы это понимаете. Еще как понимаю. А чтобы вы еще и запомнили, я объявляю вам выговор. Я, по-моему, извинилась. Это не обсуждается. Все, все свободны. Что там? Нашли, девочки. Нет, это наша лучшая неделя. Вера Николаевна, мы уже с вами серьезно поговорить. Да, что случилось? Наш класс как с цепи сорвался. Особенно эта татуированная девочка Кристина. Сорвала урок, вынудила ученика публично вырубаться. Ну, вы поймите, у нее сложный очень возраст. Это не моя проблема, это проблема классного руководителя. Хорошо, я приму меру. Да, угомоните ее, в противном случае меры придется принять мне. Я обязательно с ней поговорю и с этим мальчиком. На самом деле, Кристина очень хорошая, талантливая девочка. Просто она чувствует, что сейчас против нее весь мир. Я тоже это чувствую, поэтому ее хорошо понимаю. А вы тоже заметили, что против вас весь коллектив? Да уж, не заметишь тут. Я хочу, чтобы вы знали. Что еще? Меня хотят отравить? Ну, даже если это случится, я первой предупрежу вас. Почему? Я на вашей стороне. Правда? Да. Только вы никому не говорите, что у вас есть союзник в этом зоопарке. Что-то устала я, Вер. Ой, Вера Николаевна. Шикарная вещь. Ну, вот, это говорила. Вот бы мне кто-нибудь такую подарил. 43 тысячи рублей. Ты с ума сошла? Мариночка, да не волнуйся ты так. Нет, ну, я с каждой секундой поражаюсь в твоей щедрости. Это же всего лишь учитель. По-моему, мы с тобой это уже обсуждали, ну? Ну, да. Откуда у тебя деньжище-то такие? Скажем так, я могу себе это позволить. Точнее, мой муж. А, ну, я себе тоже могу позволить и точнее мой муж. Но меня Каранчик бы убил. По-моему, ты плохо разбираешься в мужчинах. Что бы говорить? Ты не знаешь, когда и за какую струну дергать. Когда разберешься, то он любой твой каприз выполнит. Софья Валентина, зайдите, я забыл вам кое-что сказать. Простого выговора вам мало? Прости. Во-первых, это хороший шанс править себя перед подчиненными. А во-вторых? А во-вторых, нужно было сделать мою командировку более правоподобной. В обоих случаях у тебя получилось. Это не сервис? Наоборот, меня это завело. Если хочешь, может быть, у меня еще жестче. Да? Да. Знаете что? Я пришла с вами поговорить. Вы всех уже у нас достали. Вас все ненавидят. Как только вы появились у нас в лице, и начались проблемы. Ясно вам? Я вас терпеть не могу. Да весь наш коллектив, что только... ...может смотреть без омерзений и дрожи. Вы мерзкое существо. Всякому терпению приходит конец. Что? Простите? Я вам хочу сказать. Прекратите чужих мужчин убивать. И в мыслях не было. Не надо лицемерить. Вам что, кавалеров не хватает? А вы о чем вообще? А вы не понимаете, да? Серьезно? Вообще не понимаете? Я о Твардовском. А это? А это? Совершенно не претендую на вашего драгоценного поэта. Да вы вообще знаете, как давно мой Арсений стихов не сочинял? Нет, не в курсе. Как давно? Вас это не касается. И вдруг вы, и бац, и пожалуйста. А может, это все из-за кофе? Он двойной эспрессо пьет довольно крепкий. Он двойной эспрессо пьет довольно крепкий эспрессо. Неважно. Перестаньте кривляться. А вам не кажется, что кривляетесь здесь только вы? Кстати, поэтам часто бывает нужна новая муза. Подумайте. Может, ваше время уже прошло? У меня урок извини. Двойной эспрессо, говоришь? Ну и дура! Как у вас красиво! Там река и парк! Как здорово! Присаживайтесь поближе. А я думала, что я буду сидеть на кушетке, все вам рассказывать, а вы будете сидеть рядом и записывать. Я вас разочарую, так бывает только в кино. Нет, в жизни тоже так бывает, но у меня не так. Жаль. Меня зовут Олеся. Роман. От меня уходят все мужчины. Олеся, в этот раз будет все по-другому. Я мужчина, никуда от вас не уйду. И выслушаю вас. Это потому, что я вам плачу? Это, пожалуй, важный и основной аспект. Ну, тогда держитесь. Я не буду перед ней извиняться, она меня унизила и публично. Да потому, что ты вел себя как придурок. Угрожал, извиниться заставлял. Было такое? Тебе втащить мало. Кто? Ты мне собрался втащить, слабак! Сюда! Так, ну-ка, прыг! Сели оба! Не буду я эту дуру трогать, еще посадят. Да не парься, дедушка все равно впишется. Я сказала все. Все так все. Раунд! Слушайте, а может, вам действительно батл устроить? В смысле? Ну, рэп-баттл. Это же модно. Мы сейчас говорим продвинуто. Ну, это ты так говоришь за себя, отвечай. Я смотрю, у нас здесь интернет-аналитик. Успенская, хватит! Ну что, по-моему, круто будет, нет? Идея, конечно, норм. Только я его в первом раунде завалю. Смотреть мне на что будет. Ты мне на первом же панче заплачешь и к мамочке побежишь. То есть это можно считать официальным вызовом на батл, да? Да, да. Кристина? Согласна. Ну что, будет круто. Вера Николаевна, респект за идею. Народ, пошумим! Кристина! Кристина! Там можете обзывать друг друга как хотите. Только используя цензурные выражения. Ладно. И с примерами из школьной программы по литературе. Договорились? А сейчас продолжаем урок. Открывайте учебники. Где мы там остановились? Мы говорили о ваших последних отношениях. Как? Меня бросил мой бывший. Урод. Как это случилось? Он узнал, что я беременна и свалил. Посмотрите, как козел. Скажите, а у вас уже были пациенты с похожей ситуацией? Для вас это стало неожиданностью? Да нет. Я бы тоже свалила. А ваша сестра как себя повела в этой ситуации? Сестра? Ну. Она начала меня утешать. Типа все в порядке. Ну, не от нее же мужик ушел, а от меня. То есть, ее равнодушие вас поразило? Да нет. Она нормально так впряглась. В смысле, у меня нет претензий. Подождите, а почему мы про сестру про мою говорим? У меня же персональный сеанс. Конечно, персональный. Но мне важно понять, как вы выстраиваете отношения между близкими людьми. Ну, Верка вообще, она нормальная. Хотя странная, конечно. В людях вообще не разбирается. А в чем это выражается? Это выражается в том, что… В общем, у нее с личной жизнью просто швах. Прямо так? Почти, доктор. Ко мне нужно обращаться по имени. Хорошо. Роман, мне кажется, у нее это не лечится. Ну, вот со мной можно иметь дело. То есть, понимаете ли, о чем? Вот этот случай с бывшим, это скорее исключение из правил. Понятно говорю? Понятно. Но давайте вернемся все-таки именно к нему. И вспомните, пожалуйста, первый день вашего смыслоковства. Вера Николаевна! Вера Николаевна! Мы тут посоветовались. Да ни с кем он, в общем-то, и не советовался. Короче, есть предложение. Батл должен проходить в актовом зале. Я немного по-другому себе это представляла. В классе, на уроке литературы. Ведь не зря же говорят, что рэп, хип-хоп, современная литература. Еще какая! И к ней, как к любому искусству, должно приобщиться как можно больше людей. Поэтому и в зале. Правильно? Да! Хочешь отомстить Кристине при всей школе? Не отомстить. Уничтожить ее. Уверен, что силенок хватит? Ну да, я тоже не уверена, что у тебя получится задуманное. Все будет феерически. Сольешь ты феерически. Не, сольешь как раз ты. И слив твой должен стать событием для всех. А не рано ты записал себя в победителя. Но я тебя услышала. Хорошо. А то мне пришлось вас на батл вызывать. Я поговорю с директором об актовом зале. Спасибо большое. Ну все, народ, погнали. Простите. Здравствуйте, ребят. Не помешало? Я на секундочку. Я на секундочку. Спасибо. Вера Николаевна, дорогая Вера Николаевна, позвольте от лица родительского комитета выразить вам свою глубокую признательность. За что? Как за что? За то, что согласились принять нас под свое крыло. И в знак признательности прошу принять вас от нас. Этот небольшой сувенир. Сначала мы заехали в ювелирный. Купили колон для учительницы. Потом она захотела устрицам. Поехали в ресторан. Но после школы все как всегда. Устриц ювелирный. Привет, Владимир. Спасибо. А может оно и к лучшему? Ну, с кем бы вы еще так смогли по командировкам разъезжать? Осуждаешь меня? Кирилл Георгиевич, какое я имею право кого-то осуждать? Ну-ка, сейчас давай поподробнее. Вы свободный человек, потому что вы и так решили. А у вас своя правда. А я свободный человек, потому что я вдовец. И это моя правда. И моя боль. До другого ответа я и не ожидал. Ладно, иди. Надя! Подожди. Возьми, пожалуйста. Ой, это же от чистого сердца, Вера. Нет-нет, я прошу тебя, возьми. Это слишком дорого. Я не могу принять. Извини. Вера! Да? А во сколько ты освободишься? Нам надо поговорить. Да, нам и правда нужно поговорить, но у меня еще уроки. Где-то часа через два закончу. Тогда я заеду с тобой вечером, можно? Да, хорошо. Давай. Артем, значит, сырную тарелочку, мяско, ну и все, как я люблю. Все по высшему пилотушу. Сделаем в лучшем виде, Марин Завинова. Давай, сейчас угощу тебя по-царски. Слушай, она наушники не вынимает из ушей. Ну, музыку человек любит. Музыку любит. А? Слушай, ты знаешь, что она затевает в лице? Рэп-баттон. Это и сушь тадака. А? Ты гнойного знаешь? Марина! Ну, вот. Такого вот человека Надежда Васильевна выдвигает на пост классного руководителя. Давай венца с тобой выпьем? Давай. Давай. Сань. Да, да. Давай. Два бокала моего красного, итальянского. Ты же наливаем, Марина Завинова? Да. Надежду мы не в праве осуждать. Ну, она же неадекватная. Как можно такое выбирать на пост классное? Надежду выбирали мы. Значит, это и наша ответственность тоже. Угу. Ну, ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что каждый человек имеет право на ошибку. А Надя – порядочный человек. И отличный председатель. И вообще, что вы про это говорили? Ты мои ревьюли с кроликом пробовал? Нет. Будет сделано. Чин-чин-чин. Ты так изменилась с тех пор? Ну, конечно. Столько времени прошло. Нет, нет. Пойдем. Год у тебя только на поезде. Ты прям расцвела. Правда? Спасибо. Ты всегда была красавицей, а сейчас от тебя просто глаз невозможно оторвать. Надя, зачем ты все это говоришь? Как зачем, Вер? Тебе что, неприятно? Надя, для чего это все? Комплименты, дорогой кулон. Может, я подружиться хочу. Что там с твоим сыночком? Ты все знаешь, семнадцать лет назад, когда муж увез Али, с тех пор ничего не изменилось. Али! 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 Неужели его так и не нашли? Три раза. Ездила в Иорданию. Ни мальчика, ни мужа. Ну, не их родню какую-нибудь. Я нашла его родовую деревню. Только никакого толка. Никто ничего не знает. Так спокойно обо всем рассказываешь. Ты знаешь, Надь, во мне уже что-то умерло. Все равно не понимаю, как можно сохранять такое самообладание. Поверь, лучше тебе никогда это не узнать. Вер, мисс Кирилл надеялась, что наши деньги тебе хоть как-то помогут в поисках. Конечно, я вам очень благодарна. Ель, мне так жаль. Все это спасибо. Кристина, имей совесть. Даже потолок рухнет, соседи у тебя окажутся на кровати. Матери скажи спасибо. Нечего было меня бесить. Ой, ты чем же она обидела мою любимую доченьку, а? У нас классная новая. Она взяла и перед ней опозорилась. Как? Да цирк там устроила. Кулон драгоценный какой-то впарить пыталась. Зачем? Я-то откуда знаю? Ну, вот нельзя по-человечески просто купить букет цветов и все. Ну, понятно. Ну, мама просто хотела как лучше. Ты тоже бесить меня пришел, пап? Тебя это вообще волновать не должно. Почему не должно волновать? Потому что, папочка, ты был единственный раз в лицее, в первом классе, на линейке. Это правда? Да. Ну, что ж, придется тогда вас навестить. Как ты считаешь? Нравится? Два миля. Субботина. Мне назначено. Откройте! Пустите меня! Откройте! У меня украли ребенка! Почему вы молчите? Любуюсь вами. Вам говорили, что вы очень красивая? Нет. Вы не понимаете. Вы самая красивая женщина, которую я видел в жизни. Спасибо большое. Давайте вернемся к делу. Да. Значит, в девяносто девятом году вы вышли замуж за Самира Аль-Халави? Да. Мы учились вместе, на одном курсе. Угу. Он был подданным Ирданой? Да. У вас там это написано. Угу. Вы любили его? Конечно. Мы были идеальной парой. И когда родился сын, он вам предложил переехать в Иорданию, так? Так. И вы отказались? Да. И мужа как подменили. Это из-за того, что я отказалась ехать в Иорданию? Я тебя не понимаю. Ну, поговори ты со мной нормально. Мы разговариваем. То есть, я родила ребенка, выполнила свои обязанности. Свободна? Могу идти на все четыре стороны? Иди, правая ребенка. Прости. Ну, прости меня, что я не могу поехать. Ну, правда. Там все другое. Другие люди, порядки. Там пранжу носят. Я просто боюсь. Вера, все будет хорошо. Мы что-нибудь придумаем. Да что мы придумаем? Все, что у нас было, рушится. Я обязательно найду выход. Мы же любим друг друга. А это главное. Ты правда меня любишь? Ну, конечно, люблю. Глупая женщина. Али проснулся. Пойду к нему. Одень его. Я хочу погулять с сыном в парке. Да, конечно. Надо же. Выбили в Иордании? Три раза. Сколько ему здесь лет? Два года. Это примерно за неделю до исчезновения. Но это очень старая фотография. Вы же понимаете, как он сильно изменился за это время? У меня нет другой фотографии. Али! Али! Самир! Али! Извините. Извините, пожалуйста. Вы не видели здесь вот этого мужчину? И вот ребенка с ним, мальчика. Вот мальчика. Не видели? Нет, моя дорогая. Не видел. Нет. Нет, моя дорогая. Не видел. Нет. Нет, моя дорогая. Не видел. Нет. Покажите ребенку. Маля! 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 Мы просто поможем, а найдем его. Это дело я беру под личный контроль. Ваша уверенность подкупает. Это моя работа. Начнем сегодня же. Спасибо. Тогда я не смею вас задерживать. Было очень приятно познакомиться. Мне тоже. Очень. До свидания. Если я что-то узнаю, я вам сразу позвоню. Хотите, подбросим? Нет, спасибо большое. Я сама. Видели хоть один видос, как телочки баттлятся? Ну, я видела. Я тоже. И как? Не очень. Ну, потому что телочки не умеют баттлиться. Ну, Кристина не телочка. Кристина лучшая. Да какая бы она ни была, у нее все равно нет опыта в рэп баттле. А у Руслана как бы есть. Есть. Он видео с фристайлом выложил. Угу. Даже я видела. Руслан крутой вообще-то. Короче, у Кристи нет шансов. Согласна. Блин, жалко. Класс. Я всю жизнь мечтал перед всей школой опозориться. Ребят, почему такие кислые? Да нет, нет. Все нормально. К баттлу готовы? Да. Готовимся. Не вижу энтузиазма. Чего нам радоваться? В плане. Сейчас. Когда врагу плохо, нам хорошо. Русу конец, он сольет. Его поезд ушел. Видела Руслана на улице, он копал себе яму. Ему будет плохо. Он будет плакать, звать маму. Но ничего не поможет ему. И знаете что? Когда врагу плохо, нам хорошо. Я хочу. Класс, да? Да. У Руслана за спиной стена, а у нас тут туса. Йоу, гайз, подержите меня, закопаем руса. Йоу, туса, закопаем руса. Йоу, туса, закопаем руса. Йоу, туса, закопаем руса. На этом зачем? Ну, что еще такое? Новая классная. Мой подарок не приняла. Представляешь? Вы, наверное, хотели подарить тульский пряник к самовару? Если бы. Ювелирка дорогущая. Так обидно. На, сам посмотри. Ну, красиво. Ну? Чего ценник-то не сняла? 43 тысячи. Странно, что она отказалась. Может, просто подарки дарить не умеешь? Чего? Ничего слышала. Пусть пока у меня осталась. Мы с Мариной полдня выбирали. Это же от всего родительского комитета. Да, кстати, давно я тебе хотел сказать. Ты не слишком много времени тратишь на этот идиотский комитет? Идиотский? Конечно. Между прочим, наша дочь там учится, в этом лицее. А когда закончит учиться? В институте, например, никаких родительских комитетов нет. Что ты хочешь этим сказать? Я хочу сказать, что ты ей мешаешь. Просто ей воздуха не даешь. Это она так сказала. Это я тебе говорю, Надя. Ты так всю жизнь испортишь. Да, ты прав. А знаешь почему? Даже не представляю. Потому что кроме нее у меня в жизни больше никого нет. И ничего. Я живу ее проблемами. Хорошо, что хоть это понимаешь. Еще как понимаю. И знаешь еще что? Все было бы по-другому, если бы у нас с тобой все было хорошо. Спокойной ночи, Надя. Спокойной ночи. Красивая вещь. Да. Представляешь, жена хотела подарить классный, а ты отказалась. Ну, женщину иногда не поймешь. Просто подход нужен. Чего сам подарю, мне не отвертится. Ну что, в лицей? Да, только вначале за цветами заедем. А цветы тоже учительницы? Ну да, как контрольный в сердце. Ну что, я же говорил, что не пустят. Ну, зато я все устроил. С охранником договорился. Сейчас Вера Николаевна выйдет. О, вон он, кажется. Да, да. Шерсть Цветаевна. Спасибо. Я еще зайду. Ну, знакомьтесь. Это, собственно, и есть мама вашего будущего ребенка. Надя. Вера. Кирилл. Вера. Вера. Все в порядке? Вера. 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 У меня только один вопрос. Почему ты мне ничего не сказала? Прости, прости меня, Кирюш, я не виновата. Я бы сказала. Когда? Когда бы это произошло? А? Я не виновата. Она сама просила ничего не говорить ни тебе, ни Кристини. Почему? Я не знаю. Спроси у нее. Мне вообще кажется, что она тебя боится. Не говори ерунды. Из чего они меня боятся? Алло. Уходи. Я тебя люблю. Если ты меня любишь, ты меня оставишь в покое. Я разведусь женой. Только слово скажи. Нет, это предательство. Все равно. Не должно этого делать, слышишь? Так, вода не подается, потому что вот эта пимпочка забилась. Это не пимпочка, это насос. Владислав Владимирович, если вы такой умный, почините насос. Не могу. Просто инструментов нет. Ну, вот инструменты. Перед Верой Николаевной ужасно неудобно. Знаете, никто ее не просил сюда покупать косомашину. Нет, ну, меня тоже возмущает вандал, который сломал чужую вещь и не признается. Вандал? А может, это она вандалиха? Угу. Здрасте, Вера Николаевна. Вера Николаевна, пока никак не получается устранить поломку. Ну, ничего страшного, у нее гарантия. Вера Николаевна, вот, это вам. Арсений Владимирович, я думаю, вы ошиблись. Нет, 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 я не ошибся, Вера. Ой, беги, догоняй. Может, возьмет? Юль, нет, это мне внизу передали. Для нее… Кто? Цвосточница? Юль, неужели ты подумала, что я… Я не думала. Я все видела. Вы видели? Все видели. Юль. И не прикасайся ко мне, понял? Не подходи ко мне больше никогда. Юль. Юль, ну, как это, не приближайся? Артемий Владимирович, ну, вы успокойтесь. Старик, ну, ты определись, или химия, или русский. Чего тебе нужно-то? Научи меня рэп читать. Отвали. Да, Кристин. Ну, пожалуйста, я тоже хочу в рэп-баттле участвовать. Ну, не за Руслана, а за тебя. Пожалуйста. Ну, ладно. На самом деле, все очень просто. Если еще раз ко мне подойдешь, ты, Артурчик, серьезно огребешь. Не ходи за мной по лицею. Получишь по роже, получишь по шее. Тебе этого хочется? Мне кажется, нет. Лучше не трогай меня. Вот мой ответ. Все, пока. Кристин, подожди. Я тоже рэп сочинил. Рэп? Да. Маленький. Ну, можно покажу? А ты послушаешь. Ну, давай. Только я сейчас с духом соберусь. Волнуюсь просто. Готов. Я учился хорошо. Я был хорошист. Заполнял уравнение белый лист. Но я понял, что весь мир вранье. И очень расстроился. Ё-моё. И ходил по пустым бульварам. И колы брал в трилавках даром. Я стал настоящий криминал. Без войны битвы на телефон выменял. Я очень опасный. Стою позади. Я очень опасный. Не подходи. Ну, как? Это было просто потрясающе. Правда? Отвал башки. Ребята, идите сюда. Вам сейчас Артурчик рэп зачитает. Подожди. Ну, давай, зажги. Я не могу. Сейчас ломался? Ну, тогда иди. Приходи, когда сможешь. Давай. Я Артурчик. Я у вас и на пасе. Стою позади. Да. Да. Если серьезно, у нас против Русса шансов нету. Если ты еще раз так скажешь, пойдешь за ним. Ясно? Мы сделаем и Руса, и всех его утырков. Народ. Молодец. Хороший мальчик. Языки выучил. Что он сказал? Если переводить правильно, я соберу трех коллег и выиграю рэп-баттл. Это кто коллег? Тихо, тихо, тихо. Неразумно собирать вокруг себя одних, а отодвигать других. Отверженные рано или поздно объединятся против тебя. Отверженные пусть идут лесом. Ну ладно, ладно. Видишь, ты уже злишься. А втреть, я отпошу от носа. Не иначе. Можно нам, пожалуйста, пиццу? От пиццы не осталось? Русланчик с друзьями все купил. И сок тоже. Спасибо, тетя Ируч, вкусно. Ну что, толпа слух не спасает от фиаско? Что такое фиаско? Шибанов, ты вообще офигел? Воу-воу-воу, почему? Не у тебя одной есть деньги. А может выйдем, решим проблему? Или вы пиццу не доели еще? Это провокация. Но я на нее поведусь. Потому что пришла пора поручить тебя, железная леди. Я предполагала, что ты с удовольствием ударишь девочку. Видишь, ты уже заднюю даешь. Страшно? А ну-ка, остановитесь. Разошлись? Да, мы пока ничего не делали. Вера Николаевна, ну вы вообще не вовремя. Драки мне здесь еще не хватало. Спокойно, Вера Николаевна, никто не дерется. Это что, все из-за пиццы? Не-а, не из-за пиццы. Рано или поздно, но я тебя укатаю. Это что еще за укатаю? Великий русский язык? Что-то не узнаю. Переводим конфликт в мирное русло. Это вряд. Помните, я предлагала вам устроить рэп-баттл и там выяснить ваши отношения? Кто выиграет, с меня приз. Какой приз? Пятерка по русскому и литературе за год. И это не шутка. Ну что? Только никакой брани. Используем великий русский язык. Ага, Фета, тут еще постараться надо. Вот ты постарайся. А чтобы из-за пиццы лбами не сталкиваться, идите и нормально пообедайте. Родители за эти обеды деньги платят. Вы эти обеды пробовали? Ну да, согласна. Обеды так себе. Они, конечно, такой отстой, что просто изжога не оделаешь. Ребят, давайте вы готовьтесь к батлу, а я поговорю про обеды с Львом Отвеевичем. Договорились? Я. Ты чего здесь? Не хочу, чтобы Кристина меня увидела. Ты зачем мужу сказала? Мы же договорились. Я? Ты что? Я ни словом. Да, конечно. Нужно было держать язык за зубами. Что дальше? Кристине расскажешь? Никогда-то. Что? Я обещаю. Обещала уже. Я как в болоте. Дышать уже не могу. Милая, Кристина никогда ничего не узнает. Клянусь тебе. Тихо. Пошли ко мне в класс. Здрасте. Здрасте. Я не против батла. Я против того, чтобы его Вера судила. А чего тебе не нравится? Дедушкин внук. Мне не нравится то, что ты у Веры в любимчиках. Ага. В электронном журнале. Есть такое. Именно поэтому она не может объективно судить батл. Не бойся. Я тебе подамся, милый. Серьезно. Ты хочешь батл на равных? Вера за меня не впишется. Мне надо фантазировать. А если ты боишься, зайчик, можем подойти и обсудить, кто с ней батл будет судить. Мы почему не на уроке? Мы идем, идем. Романа крутить после уроков будете. Ты у кого, Роман? У нас дубы, что ли, рухнули? Не говори. Не разберется. Несет какую-то ерунду. Бред какой-то. Клянусь тебе. У меня самой это не нужно, чтоб Кристина все узнала. Она же меня возненавидит. Сразу из дома убежит. Ладно. Надь, не волнуйся. Все равно Кирилл узнал бы рано или поздно. Они, Вер, вечно мной недовольны. Вечно я делаю все не так. Кто они? Кирилл и Кристина. Я так стараюсь, чтобы всем было хорошо, но я всегда плохая. Спокойно. Меня тоже все не любят. В учительскую не могу зайти. А что там? Коллеги, которые любят кофе и не очень любят меня. Так, может быть, я как член родительского комитета могу чем-нибудь помочь? Нет, Надь. Пожалуйста, не вмешивайся в мои отношения с учителями. Да, 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 конечно. Тебе получше? Да. Спасибо. Да! Кирилл Георгиевич, что-то мы отмечаем в свободной от семьи премии? Кирилл Георгиевич закрой. Будешь смеяться. Я встретил одного человека. Женщину? В точку. Старую при старую знакомую. Ну, факт времени про старые знакомых я готова обсуждать с отдельным фактом. Ну, ладно. Прекрати. Составишь компанию? Конечно. Я же продажная тварь. Ну, нет, ты не такая. Для тебя я готова быть любой. Что-то я устал. Угу. Встретил старую знакомую и так разволновался, что напился. У тебя, по-моему, встреча с поставщиком. Ну, ладно. Начинай. Мне тебя из здания выводить, как шпиона под прикрытием. Слушай, Кирюш, давай я сама встречу с Шестковым? Ты чего? Он тебя прогнет. А ты напишу сумму, я добьюсь от него, что требуется. Интересно, как ты это сделаешь? Вот это уже моя забота. А ты езжай пока ко мне домой, а потом сеансы откровений. Угу. Угу. Ну, что ты совсем не ревнуешь? Кирилл, ты идиот. Нет, ну ревнуешь или нет? Ты ж не собираешься брать свою старую знакомую на работу? Да. Да, она не по этой части. Тогда какая ревность? Здесь же я буду тебя одна. Мне этого вполне достаточно. Слушай, мне иногда тебя так жалко. Себя пожали. Я в твоей жалке не нуждаюсь. Я встретила человека, с которым не планировала. Которого не хотела видеть больше никогда. Что он вам сделал? Он поступил неправильно. Нет. Что конкретно он вам сделал? Дело в том, что я суррогатная мать его дочери. И я его ненавижу. За что? Мне придется рассказывать вам все с самого начала. Для этого вы сюда и пришли. Когда я училась в педагогическом, я вышла замуж за своего однокурсника из Иордании. Мы любили друг друга, так мне казалось. Через год я родила сына. Али. Ничего, мамочка. Кто сегодня тебя не встретил, тот счастье своего не знает. Да. Ребеночку пока все равно. Так что радуйся жизни, мамаша. Она у тебя вся впереди. Спасибо. Может опоздал? Такси? Ну, или такси назвать там. Да. Ой, это мои. Ха-ха-ха. 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 И вот, когда Али исполнилось два года, Сальмир увез его к себе на родину. Просто выкрала ребенка. Увез из России и пропал. Если вам тяжело, мы можем перенести этот разговор. Али. Нет, все хорошо, мы можем продолжить. Тяжело было тогда. Очень. Вообще не знаю, как я все это перенесла. Стала собирать деньги на поездку в Орданию. Устроилась на несколько работ, денег все равно не хватало. И один добрый человек посоветовал мне суррогатное материнство. Это фантастические будут для меня деньги. Они бы покрыли все, и поездку, и мою жизнь дальше. Но я отказалась. Вера, я узнал, что ты отказалась от отпуска. Я перенесла, просто все равно еще на поездку не заработала, поэтому другое время. Ну, подожди. Есть один выход. Какой выход? Я помочь тебе хочу, чтобы ты не полосталась сразу на трех работах. Ко мне тут обратились люди, муж и жена. У них нет ребенка. Ты можешь стоять в суррогатной материи. Все. Никаких проблем. У тебя это прекрасно получится. Чего только смотришь на него. Анатолий Михайлович, вы с ума сошли. Вы чего мне такое предлагаете? Как я ребенка своего? Как? Как? Вы испугались? Да, наверное. Но меня убедили. Сказали, что это очень хорошие люди. Жена – коренная петербурженка, дочка профессора, муж – бизнесмен. И мы договорились о встрече с этой семьей. Это и была встреча с тем человеком, которого я видела на днях. Кирилл Успенский. Когда она вошла на встречу, я сразу выпал. С первого взгляда. Я почувствовал, что ей тоже понравился. Что вы состворили? То, что он был женат. И вы заключили договор с Успенским? Да. Следуя договору, я провела процедуру ЭКО. Сестра уже в то время уехала в Москву к своему гражданскому мужу. А я осталась, чтобы пережить эти девять месяцев, получить деньги и обо всем забыть. Ну… Дайте угадаю. Кирилл стал преследовать вас. Сказал, что влюбился. Я видел, что ей тоже нравлюсь. Ее глаза, ее выражение лица. Вроде бы ничего не говорила, а все было понятно. Стал звонить, стал ждать у подъезда. Просто измучил меня. А его жена не знала бы? Нет. Нашла до того, что я стала прятаться от него. В итоге он пришел ко мне домой. И вы впустили его. Я бы никогда не прикоснулся к ней. Если бы зналось, что напротив. Но я чувствовал, что мы хотим одного и того же. Оказавшись в моей квартире, он оказался в моей постели. До сих пор я не могу себе этого простить. Я понял, что хочу ребенка от этой женщины. И знаешь, чтоб все по-божески, а не через пробирку. Получается, Кристина вполне может быть… Да я уверен, что Кристина наша сверхобщая дочь. Оглядываясь назад, я понимаю, что никак не могла этого допустить. Как бы вы поступили с ней сейчас? Сейчас я бы ясно дала понять, что ничего между нами быть не может. Ничего. Ну, тогда я была другой, уступила. Конечно, это моя вина. Значит, может оказаться, что Кристина не дочь Наде, а ваша дочь? Да. И не было дня, чтоб я не думала об этом. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я опять не вовремя. Вам хватило денег на поиски сына? Да, я отправилась в Орданию. Была там не раз. Но без результата. Мне нужна была помощь, а мне никто не спешил помогать. Но ваш гражданин совершил преступление. Все эти обвинения голословные. Как вы можете это говорить? Он украл ребенка. Своего сына. Он повез своего сына на его родину. Да, но я не разрешала ему это делать. Он мужчина. Ему не нужно ваше разрешение. Вы сам преступник. Вы защищаете его только на том основании, потому что он гражданин вашей страны и мужчина. Перестаньте говорить со мной в таком твое. Я не видела сына уже несколько лет. Единственное, что у меня есть, это надежда, которую вы стремительно отбираете. Вам не стыдно? Как вам объяснить? Даже если вы окажетесь в Ордании, вы ничего не найдете и ничего не добьетесь. Вы уже не понимаете. Там женщины просто не станут разговаривать. Я заставлю их со мной говорить. Очень глупая... Глупая женщина. Глупая женщина делает глупый мужчина. Это же ваша поговорка. Вы говорите по-арабски? Да, учусь сейчас. Так вы поможете мне? Да. Помощь. Его была формальной. Он все время говорил, мы не полиция, мы не полиция. Но связи открыли многие двери. Полиция подключилась. Я искала Али у родственников Самира. Объехала многие города. Все было напрасно. Никто моего сына не видел. Добро пожаловать. Добрый день. Откуда прилетели? Ярдания, Амана. Девушка с вами все в порядке? Нет. Но вы мне не сможете помочь, спасибо. Как вы тогда пережили ваше состояние? А кто сказал, что я пережила? Горькая правда в том, что я хотела найти одного ребенка. Потеряла двоих. Вы всегда чувствовали, что Кристина – ваш родной ребенок? Сложно сказать. Кирилл был уверен. Проверить я не решалась. Почему? Пришлось бы видеться с ним, общаться. Вы его боитесь? Я боюсь себя. Мне кажется, что вам придется встретиться с этим человеком, и лучше взять инициативу в свои руки. Самой назначить встречу? Она со мной разговаривать не захочет. Я ее знаю. Даже после того, как мы с ней увиделись. Значит, вы обидели ее крепко? Ну, знаешь… Надь, ну что ты названиваешь? Я просто хочу сказать, что я поняла, как нам с тобой вести себя с Верой Николаевной. Слушай, хорош фантазировать, а? Ну, я подумала и, мне кажется, выработала правильную манеру поведения. А ты где вообще? Ты что, меня будешь контролировать, что ли? Какая тебе разница, где я? Да. На, поговори с ней. Алло, Надежда Васильевна? Здравствуйте, это Володя, водитель. Да, Володь. А что с Кириллом? Кирилл, к сожалению, не может сейчас подойти к телефону. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Перебрал. Привет. Ты как попала без ключей-то? Да у меня ж запасной есть. Долго ты ехал? Я с Вовкой сболтался. Про старую знакомую, да? Прекрати. Прекрати. Ты не ответила на вопрос. Ты что, начала ревновать, что ли? Неожиданно. Просто не все человеческое, я бы себя убила. Ну, все, прекрати. Интересно, почему? Потому что у меня плохое настроение. Хочешь, чтобы я ответил? Начался скандал? Зачем? Нет, не хочу. Ты же знаешь, что я привыкла побеждать. А здесь мне не выиграть. Ну, чтобы мне остаться? Конечно, оставайся. Только про старую знакомую мы не раскопаем. Ну, хватит. Что? Все, все, все. Ладно. Зачем я здесь пошла? Ульяна Павловна, милая, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Можно на минуточку? На минуточку. Ну, если это терпит, давайте попозже. У меня в кабинете. Нет, нет, нет. Миленькая, пару минут. Ради Бога. Ну, хорошо. Ульяна Павловна, вы в нашем лицее поборник всего нового. Угу. А вы в спортзал восстановили. Вы учителей новых приглашаете. Ну, в спортзал, да. Спортзал, да. А вот Веру Николаевну все-таки Лев Матвеевич пригласил. Ну, а я, как всегда, за новые крови. Ну, вот по поводу новой крови. Ульяна Павловна, я думаю, что в нашем родительском комитете нужно что-то менять. Ну, если это будут положительные изменения, то… А вы поговорите с Надей. Не, ну, вот как раз с Надей я не хочу об этом говорить. Я хочу инициировать голосование, потому что я считаю, что родительскому комитету необходим новый председатель. Ну, так и голосуйте. Ваша инициатива. А я-то здесь при чем? Не, ну, я хотела поставить вас в курс дела. Потому что на вас, только на вас держится наш лицее. Ой, да стоп. А мне кажется, если я вот уйду, даже никто не заметит. Что вы, что вы? Пропадем. Спасибо, спасибо, Марина. Завеновна. Завеновна, да. Я вам скажу. Надя человек сложный. И излишне, я бы сказала, инициативный. Но у нас с Ольгой Матвеевичем она устраивает на этой должности. Ну, что, дело в мужа ее, да? Нет. Да. Без его финансовой бы поддержки нашему лицею было бы трудно. Значит, дело в деньгах. Да, в деньгах. Я вам хочу сказать, Надежда Васильевна прекрасный председатель. И лучше ее вы не найдете. Ну, что вы такое говорите? А вот то и говорю. Марина… Завеновна. Да. Будет человек тридцать пять-сорок. Готовьте зал. Хорошо, Марина Завеновна. Все горячее. Только что приготовила. Все хорошо. На. Кушай перец. Я попойду Артурчик. Что? Усправил свои поганые четверки? Ну, слушай, не все так просто. То есть, он зазря по восемь часов в школе своей просиживает, да? Ты понимаешь, в чем дело? Есть обстоятельства. Обстоятельства? Лень обстоятельства. И его, и твои тоже. Ты понимаешь, чтобы он стал отличником, нам надо… Ну, кое-кому. Заплатить, да? Ты моя радость. Ты мое солнце. Ты мое счастье. Конечно, заплатим. Слушай, у нас кроме денег только деньги есть. Я же ради сына на все готов. Заплатим кому надо, завтра съездим, все, отвезем. Слушай. Сколько? Не понимаю вас. Я говорю, сколько нужно дать вам денег, чтобы вы отсюда убрались? Обратно в свой дурацкий Санкт-Петербург. Он не дурацкий. Не важно, сколько. Вы что, серьезно хотите мне заплатить? Чтобы спасти свои отношения, я готова пожертвовать последним. А если я начну торговаться? Торгуйтесь. Я состоятельная девушка. Я давала частные уроки. У меня отложены деньги. Сколько? Денег я не возьму. Но подумаю над вашим предложением, если вы… Что? Починьте кофемашину. Я ее не ломала. Вы меня услышали. Я не ломала кофемашину. Я ее не ломала. Я не ломала кофемашину. Красивые. Да. Кирилл подарил. Мариша. Ты друг нашей семьи. И моя близкая подруга. Так говори, не томи. Несчастная я Маринка. О, тоже мне. Полстраны женщин у нас с этим диагнозом. Ты не хочешь меня выслушать? Не, я хочу, хочу. Говори, я всегда на твоей стороне. Марин мой муж. Так минуточку. У вас что-то случилось, да? Да давно уже. Я подозревала. Изменяет. Почему сразу изменяет? Он любит меня. Это понятно. Так, подожди. Ну, я никому не скажу. У меня есть подозрение, но я не уверена. Ты в телефон к нему залезала? Залезала, но он запороленный. Он дома часто не бывает. Говорит, командировки. А вот важный момент. Он из командировки, когда возвращается, он сытый? Я как не обращал на это внимание. А зря. Слушай, нюхай его голову. Да. Волосы – чужой шампунь. Всегда отличишь. Сколько хитростей. Ну, конечно. Опыт же. Пока с поличным не возьмешь, будет как уж на сковородке вертеться. А что, твой тоже изменяет? А вот сейчас не об этом. Хотя опыт был. Да. Не дрейвь, подруга. Прорвемся. Хорошо, что ты у меня есть. А можно честно сказать? Конечно. Мне не нравятся ваши вопросы. Вы хотите изменить формат наших встреч? Точно. Я хочу изменить формат. Можно я вам задам несколько вопросов? А то все вы да вы. Ну, такого в моей практике еще не было. Ну, надо же когда-то начинать. Давайте попробуем. Ваш любимый цвет? Зеленый. А музыка? Ну, я люблю классику. Хорошо. Вагнер, Штраус, Берлиоз. Берлиоз. Какой вы необычный человек. А блондинки или брюнетки? Мне нравятся умные девушки. А если они толстые и некрасивые? Нет. Красивые. Тогда это про меня. Хорошо. А у вас сейчас кто-то есть? У меня были долгие отношения, а они закончились. Причина? Угу. Она меня бросила? Нет. А значит, она была и не умная, и некрасивая, но вообще не видела своего счастья. Да она просто дура. Нет. Она была совсем не дура. Ну, знаете, много мозгов нужно, чтобы от такого отказаться. Вы переживаете? Олеся, я уже все пережил. Да вы не переживайте. Я знаю, как больно может сделать любимый человек. Олеся, со мной все в порядке? Ну, это как посмотреть. Вам же даже поговорить не с кем. Только пациенты и пациентки. Давайте останемся в ролях психолога и клиента. Вы уверены? Абсолютно. Вы точно не хотите поговорить об этом? Что? Стой. Что я сказала? Вы точно не хотите поговорить об этом? Да. Хорошо. Это хорошо. Что хорошо? Хорошо, что ты не забыл, где твой дом. Со всеми твоими командировками это можно было бы легко сделать. Надь, уймись. Все уже говорено, переговорено. Я сегодня смотрела сериал. Там отношения у супругов лучше, чем у нас с тобой. Даже в сериале. Ты таблетки сегодня свои принимала? Да. На завтрак, обед, ужин, полник и… Молодец. Скандал перенесем на завтра, потому что я очень устал. Мы же абсолютно чужие люди. Ой, вот они. Хуже соседей. Ну, нет, Лиза, это too much. А ты подумай. Да что тут думать? Рус мой друг, а ты предлагаешь мне его предать. Не предать, а просто выйти за нашу команду. То же самое, что и предать. Ну вот представь, как это будет выглядеть. Я выхожу против Руса со своими панчами. Ну как? А у тебя будет стимул. Интересно, какой? Смартфон новый. То есть ты меня сейчас покупаешь? Да нет, я просто подарю по-дружески. Ну, если за нашу команду выйдешь. Окей, я подумаю. Ну, пока. Подумаю. Кристиночка, пап, скажи, чтоб не начинала, ладно? Я еще не сказала ничего. Надь, перестань. Ну, чего? Как в лицее дела? В лицее учатся. Такой вопрос, такой ответ, да? Точно. Как новая классная? Кирилл. Что? Потом. Пап, я, наверное, пойду. А то она икры на металл и сейчас с круассаном и кидаться начнется. Пап, я тебя жду. Ладно? Что? Ты что, я хотел про Веру сказать? Ты в своем уме нет, конечно. Я подумала. Не надо тебе думать, Надя. Вообще не надо. Все, я на работу. Выходи, поехали. О, пацаны, смотри, зайчик, прости меня. Верная. Верная. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ну что, ты подумал? Смартфон-то, конечно, хорошо, но как же без наушников? Да есть там в комплекте. Рукам? Окей. Только телефон и зарядку вперед. Ладно, ладно. Если обманешь, я тебя в асфальт закатаю. Прямо перед лицем. Оп. Ну, привет. Я же тебе говорил. Крис, а может, ты мне тоже смартфон подаришь? Я знаешь, как зачитаю? Ты мне не подойдешь. Короче, значит так, я тебя предупреждаю. Будешь к себе моих людей переманивать, я тебе... И что ты мне сделаешь? Папа? О, привет. Привет. Что, уроки закончились? Мы прогуливаем. А ты что здесь делаешь? Мама что-то устала, и я вот решил взять на себя ответственность. Немного войти в твои дела. Родическое собрание же сегодня. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, простите. Георгиевич. Да, Кирилл Георгиевич. Ну, папа пришел на собрание. Да, сегодня нет родительского собрания. Да? Да. Так я мог ошибиться. А ты почему не на уроке? Она сказала, что уроки уже закончились. Я соврала. Кистина, прогуливать в девятом классе себе дороже. Да пофиг. Кистина. Я хотела, кстати, поговорить с вами, Кирилл Георгиевич. Вы не могли бы ко мне завтра после уроков зайти? К сожалению, не знаю, будет ли у меня время. Может, вы постараетесь? Обо мне говорить собираетесь, да? Так быстро в школу. Ладно, ладно. Я, на самом деле, хотела по поводу питания в школьной столовой. Да, я попробую. Спасибо. Может быть, вас подвезти? Куда? Куда вам надо? Мне нужна школа, мне занятия. А, да. Всего доброго. Да, до свидания. Идет. Идет. Здравствуйте. Кого не видела? Юлия Александровна, мы за вас очень рады. Ты же рады. Правда? Очень-очень рады. Да? А вы о чем? Отпираться не надо. Охранник себя видит. Нет, я правда не понимаю. Вы про что? Охранник себя видит. Арсений Владимирович, в шесть утра на асфальте написал признание в ГИБДД. И совсем забыл, что вокруг камеры висят. Любовь, глаза защищены. Любовь, глаза защищены. Мы и вас поздравляем, Геннадий Александровна. От всей души. О, а вот и наш герой. Не ваш, а мой. Извините. Извините. Юль, чего им сказал, что, что, да почему они сядут? Иди сюда. Что? Ты на меня теперь не обижаешься. Сеня, я на тебя не обижаюсь теперь. Я тебя, Сеня, я тебя сейчас поцелую. Удачи! Извините меня потом. Субтитры создавал DimaTorzok